Не забудь подписаться, и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день. А сейчас пристёгивайся, садись поудобнее, и мы начинаем. Четвёртое. Единственный ответ. Помни, что Дух Святой – ответ, а не вопрос. Его всегда отвечает первым. Оно капризно и не желает добра своему Создателю. Его верит и совершенно справедливо, что его Создатель способен лишить его своей поддержки в любой момент. Желая тебе добра, оно воликовало, как возликует Дух Святой, когда Он приведёт тебя домой и когда отпадёт нужда в его наставничестве. Эго не считает себя твоей частью. Здесь и лежит та изначальная ошибка, что послужила базой для всей его системы мышления. Бог сотворил тебя, как часть себя. Вот почему атака в Царстве невозможна. Ты создал Эго без любви, поэтому оно тебя не любит. Остаться в Царстве без любви немыслимо. А коль скоро Царство и есть любовь, ты веришь, что остался без неё. Это даёт Эго возможность считать себя разделённым со своим Создателем и вне его. Тем самым представляет у часть разума, что верит, ты разделён и вне Божьего разума. Тогда ты Эго и поднимает первые всех когда-либо заданных вопросов, на которые оно никогда не отвечает. Этот вопрос «Что ты такое?» явился началом всех сомнений. С тех пор Эго задала великое множество вопросов, но не ответила ни на один из них. Самые хитроумные действия Эго не приводили ни к чему. Разве ещё больше затеняли сам вопрос? Поскольку у тебя имеется ответ, и Эго тебя боится. Конфликт нельзя понять, не разобравшись полностью в том главном факте, что Эго ничего не может знать. Святой Дух не отвечает первым, но отвечает он всегда. Каждый в то или иное время взывал к нему о помощи и так или иначе получал ответ. Поскольку Дух Святой отвечает истинно, он отвечает постоянно. А это значит, что каждый имеет свой ответ сейчас. Эго не слышит Святого Духа, но верит, что часть разума, создавшая Эго, ему враждебна. Оно толкует это как оправдание для нападения на своего Создателя. Эго верит в атаку, как в наилучшую защиту, желая, чтобы и ты в это поверил. Без этой веры ты не примкнёшь к нему. А Эго отчаянно нуждается в союзниках, а совсем не в братьях. Воспринимая нечто чуждое себе в твоём разуме, Эго обращается к телу как к своему союзнику, поскольку тело – не часть тебя. Это делает тело друга Мэг. Такой союз неприкрыто зиждется на разделении. Примкнув к подобному союзу, ты испытаешь страх в силу союза своего со страхом. Эго использует тело в заговоре против разума. И понимая, что его враг может покончить в одночасье с Эго и с телом, простым признанием того, что они не часть тебя, оно объединяется в атаке с телом. Это и есть восприятие, нерепейшее из всех возможных, если подумать, что оно за собой влечёт. Эго, будучи нереальным, силится убедить реальный разум, что он есть просто средство обучения для Эго. И мало этого, что тело более реально, нежели разум. Никто в здравом своём уме в это не мог поверить. Никто в здравом своём уме и не верит. Прислушайся тогда к единственному ответу Святого Духа на все вопросы Эго. Ты, Божье чадо, бесценная часть его царства, которую он сотворил, как часть себя. Более ничего не существует, и только это реально. Ты выбрал сон с дурными сновидениями, но сон твой нереален, и Бог зовёт тебя проснуться. Когда же ты его услышишь, от сновидений не останется следа, поскольку ты от сна очнёшься. Многообразие символов Эго в снах сбивало тебя с толку. И лишь по той простой причине, что ты спал и истины не знал. А пробудившись, ты увидишь истину в себе и вокруг себя, и перестанешь верить снам, ибо они утратят для тебя реальность. А царство и всё, что ты в нём сотворил, будут воистину реально для тебя, благодаря их истинности и очарованию. В царстве нет никаких сомнений в том, кто ты такой и где ты есть. Сомнений нет, поскольку не был задан первый вопрос. В сецелоразрешённой он никогда не возникал. Только бытие пребывает в царстве, где всё живёт в предвечном, не вопрошая. Время, растрачиваемое на вопросы в сне, уступит место творению и его вечности. В тебе всё та же определённость, что и в Боге, ибо в тебе всё та же истина, что в нём. Но то, что было когда-то определённым, в твоём разуме стало всего лишь способностью к определённости. Внесение способностей в бытие явилось началом неуверенности, ибо способности – это потенциал, а не достижение. Твои способности бесполезны в присутствии Божьих достижений, равно как и твоих. Достижения – это полученные результаты. Когда же результаты совершенны, способности бессмысленны. Любопытно, что совершенное ныне должно усовершенствоваться. По сути, это немыслимо. Помни, однако, что поместив себя в немыслимую ситуацию, ты веришь в возможность невозможного. Способности нужно развить прежде, чем доведётся их использовать. Это не так для сотворённого Всевышним, но это самое плохое решение для всего, что создал ты. В немыслимой ситуации возможно развить свои способности настолько, что они помогут тебе выбраться из неё. У тебя есть наставник в том, как их развить, но нет иного распорядителя, кроме самого себя. Это и делает тебя ответственным за царство, как за водителя для отыскания его, так и за средства сохранения его. У тебя есть пример для подражания, который усилит твою волю и никогда никоим образом её не ослабит. Ты, следовательно, сохраняешь центральное место в своём вымышленном рабстве, что само по себе уже говорит о том, что ты не в рабстве. Ты оказался в невозможной ситуации лишь потому, что посчитал подобное возможным. Ты был бы в невозможной ситуации, если бы Сущий, показав тебе твоё совершенство, одновременно доказал, что ты не прав. Это продемонстрировало бы неспособность совершенных осознать собственное совершенство и подтвердило бы, что тем, у кого есть всё, необходима помощь, и потому они беспомощны. Такого рода логика присуща эго. Бог, зная, что его творения совершены, не унижает их. Это в такой же мере невозможно, как вера эго в то, что оно сумело унизить Бога. Вот почему Святой Дух не приказывает. Всякий приказ подразумевает неравенство, которого, как показывает Дух Святой, не существует. Верность посылкам есть закон разума, и всё сотворённое Богом повинуется его законам. Верность другим законам не исключена, но не в силу их истинности, а в силу того, что ты их создал сам. Что бы ты выиграл, покажи тебе, Господь, безумие твоего мышления. Способен ли он утратить собственную определённость? Я часто повторял. Ты то, чему ты учишь. Желаешь ли ты Господу учить тебя твоей греховности? Решил сопоставить созданное тобою я с истиной, которую он сотворил для тебя, к чему бы это привело, если не к страху? Ты усомнился бы в своём правильном мышлении, единственном месте, где можно отыскать подаренные Богом здравомыслия. Господь не учит. Учить значит предполагать изъян, которого, как единому известно, нет. В предвечном нет конфликта. Обучение нацелено на изменения, но Бог творит неизменное. Разделение было не потерей совершенства, а обрывом связи. Грубая и напряжённая форма общения возникла, как голос эго. Она не расколола покой, Господень, но расколола твой. Однако Бог её не уничтожил, ибо её уничтожение означало бы атаку. В нём сомневались, но он не сомневался. Он просто дал ответ. Его ответ и есть Учитель твой. Пятое. Уроки Святого Духа. Как всякий хороший учитель, Святой Дух знает больше, чем ты сейчас. Но учит он с одной целью – сделать тебя равным себе. Ты уже обучил себя неверно, поверив в лжи. Ты не поверил в собственное совершенство. Стал бы Господь тебя учить, что ты создал расщеплённый разум, если Он знает твой разум целостным. Он знает только, что каналы Его связи закрыты для Него, что Ему не с кем поделиться радостью, и знать, что Его дети счастливы. Отдарение Его радости – непрерываемый процесс, но не во времени, а в вечности. Господне продолжение вовне, но не Его полнота, перекрыто, когда сыновство не общается с Ним единым целым. Тогда Он думает, спят Мои дети, их нужно разбудить. Как осторожнее разбудить детей, если недобрым голосом, который их не испугав, просто напомнит им, что ночь прошла, и появился свет. Детей не информирует о том, что не были реальными пугавшие их сны, ведь дети верят в волшебство. Их просто заверяют, что нынче они в безопасности. Затем их учат отличать сон от Яви и понимать, что снов не следует бояться. Поэтому, когда дурные сны придут, дети самостоятельно обратятся к свету, чтобы развеять их. Мудрый учитель объясняет, как подойти к проблеме, а не тому, как обойти ее. Сосредоточен он не на том, чего следует сторониться во избежание вреда. Он учит тому, что нужно выучить для обретения радости. Подумай, как испугается или придет в смятение дитя, если ему сказать «Не делай этого, оно опасно и может повредить тебе». Но сделав вместо этого то-то и то-то, ты избежишь опасности, останешься сохранным и страх уйдет. Наверняка лучше всего сказать три слова «Поступай только так». Это простое утверждение предельно ясно, легко запоминается и с легкостью усваивается. Святой Дух никогда не уточняет ошибок, ибо он не пугает детей, а те, в ком нету мудрости, и есть малые дети. Но он всегда ответит на их призыв, и это его надежность вселяет в них уверенность. Дети и вправду смешивают фантазии с реальностью, не видя между ними разницы. Святой Дух не делает различий между снами, он просто прогоняет их своим сиянием. А свет его всегда призыв проснуться, о чем бы ты ни грезил в своем сне. Нет ничего устойчивого в снах, а Дух Святой, сияя светом самого предвечного, вещает лишь о том, что длится вечно. Чтобы иметь, отдай всем все. Когда исчезнуто тело твое и эко и сны, узнаешь ты, что будешь длиться вечно. Ты верно думаешь, что это достигается посмертно, но смертью не достигнуть ничего, ведь смерти есть ничто. Все достижимо только через жизнь, а жизнь от разума и в разуме. Тело не умирает и не живет, ведь тело не вместит тебя, кто есть жизнь. Если мы разделяем один и тот же разум, ты можешь смерть преодолеть, поскольку я ее преодолел. Смерть есть попытка разрешить конфликт уходом от решения его. Как всякое немыслимое решение, задуманное эко, оно бесплодно. Господь не создал тело, ибо оно уничтожимо, и, следовательно, не от царства. Тело есть символ того, кто по твоим понятиям есть ты. Оно, уне всякого сомнения, есть средство разделения, и потому его не существует. Святой же Дух, как и всегда, использует тобою созданное, истолковав его по-новому, как средство обучения. И снова, как всегда, все, что употребляет эго, как аргумент, в поддержку разделения, Святой Дух реинтерпретирует в свидетельство против него. Если разум исцеляет тело, а тело не в состоянии исцелить разум, то разум сильнее тела. Каждое чудо подтверждает это. Я уже говорил, что Дух Святой есть побудительная сила чудес. Он постоянно говорит тебе, что реален только разум, ведь только мысли можно растерять. Тело же врозь с тобою, и потому не может быть частью тебя. Быть единомысленными звучит осмысленно, а быть единым телом лишено всякого смысла. Стало быть, согласно законам разума, тело бессмысленно. Святой Дух не различает чудеса по степеням трудности. Эта концепция тебе уже знакома, но ты еще в нее не веришь. Следовательно, ты ее не понимаешь и не воспользуешься ей. А нам слишком много нужно сделать во имя царства, чтобы позволить этой существенной идее ускользнуть от нашего внимания. Она – краеугольный камень, то есть система мышления, которой я учу и желаю тебе учить. Нельзя стать чудотворцем, не веря в эту идею, ибо вера в нее есть убеждение в абсолютном равенстве. Только единый равный дар возможен для равных божьих сыновей, и это полное понимание их достоинства. Ни более, ни менее. В отсутствии градаций степени трудности не имеют смысла, а в том, что ты предлагаешь брату, не может быть градаций. Святой Дух, ведущий к Богу, переводит взаимное общение в бытие, так же, как он в конечном счете переводит восприятие в знание. Того, что ты передаешь, ты не теряешь. Эго использует тело для наслаждений, для нападений и как предмет гордости. Безумие такого восприятия делает его и впрямь пугающим. Святой Дух видит в теле только средство общения, и поскольку общение есть соучастие, оно становится соборностью. Ты, вероятно, думаешь, что страх, как любовь, возможно передать в общении, поэтому страх тоже растеряем. Но это не столь реально, как может показаться. Те, кто передают свой страх, способствуют атаке, которая всегда нарушит связь, сделав ее невозможной. Эго действительно способны объединяться во временный союз, но исключительно ради того, что каждое из них могло бы получить в отдельности. Святой же Дух передает лишь то, что каждый сможет отдать всем. Он никогда ничего не заберет обратно, ибо желает, чтобы у тебя осталось все. Следовательно, его учение начинается с урока, чтобы иметь «отдай всем все». Это шаг предварительный, и он единственный, который тебе нужно сделать самому. Даже не обязательно его заканчивать самостоятельно, но нужно непременно свернуть на этот путь. Выбрав такое направление, ты принимаешь на себе ответственность за странство, где ты и только ты должен остаться. Шаг этот может показаться скорее усугубляющим конфликт, нежели разрешающим его, поскольку он начальная ступень в процессе изменения восприятия и возвращения его из-за прокинутого состояния в нормальное. Ты еще не свободен от этого конфликта с перевернутым восприятием, иначе в изменении направления не было бы нужды. А некоторые, переживая острый конфликт, задерживаются на этой стадии довольно долго. На этом этапе они пытаются скорее принять конфликт, нежели сделать следующий шаг к его искоренению. Однако, сделав первый шаг, они увидят помощь. Как только они выберут то, что не могут в одиночку завершить, они уже не одиноки. Чтобы иметь покой, учи покою, чтобы ему учиться. Всем верующим в разделение сопутствует исконный страх перед возмездием и одиночеством. Все не верят в неприятие и атаку. Вот все, что они воспринимают, чему учат и чему учатся. Эти безумные идеи явно итог разъединения и проекции. Ты то, чему ты учишь, но совершенно очевидно, ты можешь учить неверно и, следовательно, обучить себя неистинным. Многие полагали, что я нападал на них при всей очевидности обратного. Безумный ученик выучивает странные уроки. Ты должен хорошо усвоить, что если ты не разделяешь систему мышления, ты ослабляешь ее. Но те, кто в нее верит, воспримут это как атаку на себя. Это объясняется тем, что каждый отождествляет себя со своей системой мышления, а центральная идея любой системы является идея твоей сущности. Если в центре системы мышления истина, только истина станет ее продолжением, но если в ее центре ложь, только обман родится из нее. Все хорошие учителя понимают, что лишь радикальные изменения устойчивы. Однако начинают они не с этого уровня. Укрепление и побуждение к перемене есть их первейшая и основная цель. Она же их последняя и окончательная цель. Усилить побуждение к изменению в учащемся. Вот все, что нужно учителю обеспечения изменения. Перемена в мотивациях есть перемена в мышлении, которая произведет коренные изменения, поскольку разум и есть основа мышления. Первый шаг в изменении мышления или в процессе уничтожения созданного есть отказ от концепции получения. Согласно этому, первый урок Святого Духа был, чтобы иметь «отдай всем все». Я отмечал, что временно этот урок может способствовать углублению конфликта, и нынче мы готовы это пояснить. В данный момент адекватность понятия «иметь» и «быть» тобой еще не воспринято. А посему «иметь все» еще представляется противоположным «отдавать». Следовательно, в первом уроке посматривается противоречие, поскольку он постигается разумом в конфликте. А это в свою очередь предполагает противоречивые побуждения, и таким образом урок еще не выучен полностью. Более того, разум ученика проецирует свой собственный конфликт, и в силу этого не воспринимает последовательности в мышлении других, что делает его подозрительным относительно их побуждений. В этом реальная причина того, что первый урок во многих отношениях является наиболее трудным. Все еще глубоко осознавая свое эго и отвечая главным образом другим эго, ты был обучен реагировать на то и на другое, как будто то, во что ты веришь, не истина. Воспринимая все всегда вверх дном, эго считает первый урок безумным. По сути, это его единственная альтернатива, поскольку другую, еще менее приемлемой альтернативой, было бы его собственное безумие. Суждение эго здесь, как обычно, обусловлено его сущностью, но коренное изменение все равно произойдет при изменении мировоззрения мыслящего, а ученик между тем уже не может слышать звучащего яснее и яснее голоса Святого Духа. Следовательно, какое-то время ученик получает противоречивые вести и принимает как те, так и другие. Избавиться от конфликта между двумя противоположными системами мышления можно лишь выбрав одну из них и отказавшись от другой. Если ты отождествляешь себя со своей системой мышления, а это неизбежно, если принимаешь две полностью противоположные системы мышления, душевный покой невозможен. Если ты учишь обеим системам мышления, что ты и делаешь, приемля обе, ты учишь конфликту и учишься ему. Но ты при этом желаешь покоя, иначе ты не обратился бы к голосу, несущему покой за помощью. Урок Святого Духа не безумен, безумен сам конфликт. Конфликт между безумием и здравомыслием невозможен. Только одно из них истинно, а потому только одно реально. эго пытается убедить тебя, что выбор, который из голосов реален, за тобой. Святой же Дух учит, что истина сотворена Всевышним, и что твоим решением ее не изменить. Как только ты начнешь осознавать тихую силу голоса Святого Духа и его абсолютную последовательность, тебе откроется, что ты стремишься отменить решение, необратимо принятое за тебя. Вот почему я ранее тебе советовал напоминать себе «Пусть Дух Святой выберет Бога за меня». От тебя не требуется безумных решений, даже если ты убежден в обратном. Однако было бы безумием думать, что ты решаешь, каковы творения Божьи. Святой Дух воспринимает конфликт таким, каков он есть. Следовательно, его второй урок «Чтобы иметь покой, учи покою, чтобы ему учиться». Это все еще предварительный шаг, поскольку иметь еще не стало тем же, что и быть. Однако это уже шаг вперед, по сравнению с первым шагом, который положил начало изменению мышления. Второй шаг позитивное утверждение того, чего ты хочешь. Тогда и это шаг в направлении обратном конфликту, подразумевающий, что были рассмотрены альтернативы и выбрана одна из них наиболее желанная. Однако термин «наиболее желанное» все еще подразумевает градацию желаний. Следовательно, хотя это и очень важный для окончательного решения шаг, он все же не последний. Отсутствие степеней трудностей в чудесах еще не принято, ибо желаемое всецело не бывает трудным. Желать всецело значит творить, а творение не вызывает трудностей, когда сам Бог сотворил тебя Творцом. Второй шаг, следовательно, еще связан с восприятием, но это уже гигантский шаг к объединенному восприятию, отражающему Божьи знания. Сделав этот шаг и сохраняя взятое направление, ты будешь двигаться к центру своей системы мышления, где произойдет коренное изменение. Прогресс на второй стадии нестабилен, но второй шаг легче первого, ибо он следует за первым. Понимание того, что он должен следовать за первым, есть свидетельство растущего осознания. Дух Святой будет вести тебя вперед. Будь бдителен только во имя Бога и Царства Его. Мы уже говорили, что суждение Святого Духа оценочно, каким ему и должно быть. Святой Дух оттеряет истинно от лжи в твоем мышлении и учит тебя рассматривать каждую мысль, допущенную тобой в разум, в том свете, который Бог поместил в него. Все, что в согласии с этим светом, он оставляет для укрепления Царства Небесного в тебе. Частично с ним согласное он принимает и очищает, а цариком отличное он отвергает, судя против него. вот так он сохраняет царство полностью последовательным и полностью единым. Однако, помни, эго приемлет то, что отвергает Святой Дух. Причина этого их коренные разноклассия во всем, в силу их коренных разноклассий в вопросе о твоей сущности. Взгляд эго на этот критический предмет варьируется. Вот почему ему присуще такое разнообразие настроений. Взгляд же Святого Духа на твою сущность не меняется. И, следовательно, он вызывает только одно настроение – радостное. Он ограждает радость, отвергая все, что не приносит радости. И, таким образом, лишь он один способен хранить тебя всецело радостным. Святой Дух не учит тебя судить других, ибо он не желает, чтобы ты учил ошибкам и сам учился им. Он был бы непоследователен, позволив тебе утвердиться в том, чего ты должен избегать. Тогда в понятии мыслящего он и вправду судит, но только для того, чтобы объединенный разум обрел способность восприятия без осуждения. Это дает возможность разуму учить, оставив всякий суд, и так учиться быть вне всякого суждения. Отмен осуждения необходимо только в твоем разуме, чтобы не проецировать, а продолжать себя. Бог самолично учредил все то, что можно продолжать в полной сохранности. Следовательно, третьим уроком Святого Духа будет «Будь бдителен только во имя Бога и Его Царства». Это главный шаг к кардинальному изменению мышления. Но здесь еще имеется аспект изменения мыслительного строя, поскольку еще предполагается нечто, против чего ты должен быть бдителен. Эта ступень – гигантский шаг вперед в сравнении с первым уроком, который был просто началом изменения мышления и со вторым отождествлением с тем, что наиболее для тебя желанно. Третий шаг, вытекающий из второго так же, как второй из первого, подчеркивает дихотомию между желанным и нежеланным, и этим он делает конечный выбор неизбежным. И если первый шаг видится усугубляющим конфликт, а второй влекущим его в какой-то мере за собой, то третий шаг призывает быть неусыпно бдительным к конфликту. Я уже говорил, что в равной мере ты можешь свою бдительность направить как на пользу эго, так и против него. Это урок не только в том, чем ты можешь быть, но и в том, чем ты должен быть. О нем не упоминается о степенях трудности, но бдительности явно отдается все внимание и приоритет. Урок этот недвусмысленно настаивает на недопустимости исключений, не отрицая, однако, что подобные попытки будут случаться. Урок зовет к последовательности, невзирая на хаос. Последовательность и хаос не могут долго сосуществовать, поскольку они взаимоисключают друг друга. Однако, покуда ты должен быть бдителен против чего-либо, тебе не осознать подобного взаимоисключения, и ты все еще веришь, что можешь выбрать то или другое. Уча тебя тому, что выбрать, Святой Дух в конце концов приводит к пониманию того, что тебе вовсе не нужно выбирать. И это в итоге освободит твой разум от выбора, направит его к творению внутри Царства. Выбор через Святого Духа поведет себя к Царству Небесному. Ты творишь своим истинным бытием, но нужно научиться помнить, кто ты таков. Путь к этой памяти указан в третьем шаге, который, собирая вместе уроки первых двух, уводит далеко за них к истинному единению. Если ты позволяешь разуму мыслить лишь то, что поместил в него Господь, ты признаешь свой разум таким, каким Всевышний сотворил его, и следовательно, ты его приемлешь таким, каков он есть. Горискор, он целокупен, ты учишь покою, ибо веришь в него. Последний шаг Господь по-прежнему сделает за тебя сам, но третьим шагом Дух Святой готовит тебя к Богу. Он способствует твоей готовности переводить иметь в быть самой природой тех шагов, которые ты должен сделать вместе с ним. Сначала ты узнаешь, что иметь зиждется не на получение, а на отдаче. Затем поймешь, что учишься тому, чему ты учишь, и что ты хочешь обрести покой. Это и есть условие отождествления с царством, поскольку это и есть условие царства. Ты верил, что находишься вне царства, и таким образом исключил себя из него в собственных мыслях. Поэтому тебя необходимо научить твои включенности в царство, и только убеждение в обратном подлежит исключению. Третий шаг следовательно служит защитой разуму, допуская твое отождествление только с центром, куда Бог поместил алтарь самому себе. Алтари суть убеждения, но Бог и его творения вне убеждений, ибо они вне сомнений. Клашатый Божий говорит о вере вне сомнений, а это есть подготовка к путию вне сомнений. Покуда на веру в Бога и его царство, падает хотя бы незначительная тень сомнений в твоем разуме, его совершенные достижения не очевидны для тебя. Вот почему необходима бдительность во имя Бога. Яга поднимает свой голос против его творения и, следовательно, порождает сомнения. Ты не преодолеешь верований, пока воистину не уверуешь. Обучение сыновства в целом, без исключений, показывает, что ты воспринимаешь его полноту и понимаешь его единство. Теперь необходима зоркая бдительность для удержания единства в твоем разуме, ибо, позволив сомнению вкрасться в него, ты потеряешь осознанность его полноты и будешь не способен ей учить. Полнота царства не зависит от твоего восприятия, но твоя осознанность той полноты зависит от него. Защита необходима только твоей осознанности, ведь бытию ничто не угрожает. Однако реальный смысл бытия до тебя не дойдет, покуда ты сомневаешься в собственной сущности. Вот почему так важна бдительность. Сомнению в бытии не должно быть доступа в твой разум, иначе в понимании твоей сущности не будет определенности. Определенность идет от Бога, бдительность не обязательно для истины, но совершенно необходима для распознания иллюзий. Истина лишена иллюзий, поэтому она внутри царства. Все, что вне царства, есть иллюзия. Отбросив истину, ты увидел себя вне ее. Создав другое царство, тобой ценимое, ты царство Божие не сохранил единственным в своем разуме, и таким образом часть разума поместил вне его. То, что ты сделал, заточило в темницу твою волю и наделило тебя недужным разумом, нуждающимся в исцелении. Зоркая бдительность к этому недугу и есть путь к исцелению от него. Как только разум исцелен, он излучает здоровье и так учит исцелению. А это делает тебя учителем, который учит подобно мне. Бдительность требовалась от меня в той же самой мере, в какой она требуется от тебя, а те, кто выбирает учить тому же самому, должны быть полностью согласны относительно того, во что они верят. Третий шаг тогда есть утверждение того, во что ты хочешь верить. Ему сопутствует желание отказаться от всего прочего. Святой Дух даст тебе способность сделать этот шаг, если ты будешь следовать ему. Твоя неусыпная бдительность есть знак того, что ты желаешь его себе во водителе. Бдительность требует усилий, но только до тех пор, покуда ты не осознал, что и усилия сами по себе не нужны. Ты приложил неимоверное усилие для сохранения того, что создал сам, поскольку оно не было истинным. Следовательно, твои усилия нынче нужно направить против этого. Только так можно сбалансировать нужду усилия и возвать к бытию, которое ты имеешь и которое ты есть. Это признание не требует усилия, оно ведь уже истинно и не нуждается в защите. Оно под совершенной защитой Господней. Следовательно, включенность в него абсолютно и творение беспредельно. Дары царства Первое. Последний шаг. Творческая сила Бога и его творения беспредельна, но неравнозначна. Ты в полном общении с Богом так же, как он с тобой. Ты разделяешь с ним этот непрерывный процесс, а разделяя его, ты вдохновляем творить, как он. Однако в творении ты не на равных с Богом, ибо он сотворил тебя, но ты не сотворил его. Я уже говорил, что только этим твоя творческая сила отлична от его. Даже всем мире есть этому параллель. Родители дают жизнь детям, но дети не рождают своих родителей. Они однако рождают собственных детей, давая им жизнь подобно собственным родителям. Если бы ты сотворил Бога, а Он сотворил тебя, царство не возрастало бы свою собственную творческую мысль. Творение следовательно было бы ограниченным, и ты бы не был Божьим сотворцом. Так же, как Божья творческая мысль продолжена от Него к тебе, Твоя творческая мысль должна продолжиться к твоим творениям. Только таким путем она способна продолжаться. Божьи свершения не твои, однако твои свершения подобны Божьим. Он сотворил сыновство, и ты его увеличиваешь. Ты обладаешь силой пополнить царство, но только не своего Творца. Становясь бдительным во имя Бога и Царства Его, ты притязаешь на эту силу. Принятием же этой силы, как своей собственной, ты учишься помнить, кто ты есть. Твои творения в тебе, как ты в Боге. Ты часть Всевышнего, так же, как сыновья твои, часть сыновей его. Творить значит любить. Любовь простирается, ибо ее ничем нельзя сдержать. Будучи безграничной, она не останавливается. Она творит извечно, но не во времени. Божьи творения были всегда, ибо Он был всегда. Твои творения были всегда, поскольку ты способен творить, как Он. Вечность твоя, ибо Он сотворил тебя вечным. Эго напротив всегда настаивает на равных для себя правах, поскольку цель его соперничества, а не любовь. Оно всегда желает выгодной сделки для себя, не понимая, что подобие другому исключает всякую сделку. Для обретения чего-то ты должен его отдать, а вовсе не торговаться. Стремление к выгоде лимитирует отдачу, но нет на то Господней воли. Желать того же, что и Бог, значит творить, как Он. Господь ни в коей мере не ограничивает своих даров. Ты его дары, а посему твои дары должны быть подобны его дарам. Твои дары Царству Небесному должны быть подобны его дарам тебе. Я отдавал Царству Небесному только любовь, поскольку верил, что я и был любовью. Вера в то, кто ты такой, определяет твои дары. Если Бог сотворил тебя, продолжив себя в тебе, ты можешь себя продолжить, как это сделал Он. Лишь радость возрастает вечно, поскольку радость с вечностью нерастерима. Бог продолжает себя беспредельно вне времени, и ты, Господень сотворец, продолжаешь его царство беспредельно и всегда. Вечность неизгладимая печать творения. Вечные в покое и радости навечно. Мыслить подобно Богу, значит разделять его уверенность в том, что ты есть, а творить, как Он, значит разделять совершенную любовь, которую Он разделяет с тобой. К этому тебя ведет Святой Дух, чтобы радость твоя была совершенной, ибо Царство Божие целокупно. Я уже говорил, что окончательный шаг в пробуждении знания сделает сам Бог. И это истина, но ее трудно объяснить словами, ибо слова суть символы, а то, что истина в объяснении не нуждается. Однако задача Святого Духа переводить все бесполезное в полезное, бессмысленное в значимое и временное в вневременное. Поэтому Он может тебе кое-что поведать об этом последнем шаге. Господь не делает каких-либо шагов, ибо Его совершения непостепенны. Господь не учит, ибо Его творения неизменны. Он ничего не оставляет напоследок, ибо Он сотворил все раз и навсегда. Нужно понять, что слово первое в применении к Нему используется вне концепции времени. Он первое в том смысле, что Он первая ипостась самой Святой Троицы. Он первый Творец, ибо Он сотворил Своих сотворцов. А посему время неприменимо ни к Нему, ни к Его творениям. Последний шаг, который предпримет Бог, был следовательно изначальной истиной. Он был истиной вчера, естественно сегодня, и будет истиной вовеки вечной. То, что вне времени, присутствует всегда, ведь Его бытие навечно неизменно. Оно не изменяется с возрастанием, ибо сотворено навечно, чтобы возрастать. Если ты не воспринимаешь Его растущим, ты не знаешь Его сути, ты также не знаешь, кто Его сотворил. Господь не открывает этого тебе, поскольку это не скрывалось. Свет Его никогда не затмевался, ибо Он разделяется Господней волей. Разве же полностью разделяемое возможно сначала утаить, а уж затем открыть? Второе. Закон царства. Исцеление единственный вид мышления в этом мире, схожий с Божьим промыслом, и в силу их общих черт может легко перейти в него. Когда твой брат воспринимает себя больным, он не воспринимает себя целостным, и, следовательно, ему чего-то не достает. Если ты тоже видишь его больным, ты видишь его отсутствующим в царстве, или же разделенным с ним, и этим омрачаешь царство для вас обоих. Болезнь и разделение не от Бога, но царство от него. Если ты омрачаешь царство, то ты воспринимаешь то, что не от Бога. Когда исцелить будет означать исправить восприятие свое и брата, разделив с ним святого духа. Это помещает вас обоих внутрь царства и восстанавливает целокупность брата в твоем разуме. Это также отражает творение, ибо оно объединяет возрастанием и собирает воедино продолжением. То, что ты либо проецируешь, либо продолжаешь, реально для тебя. В том непреложный закон мышления, как в этом мире, так и в царстве. Однако суть мышления не в этом мире иная, поскольку мысли, управляемые миром, отличные от мыслей царства. Законы нужно приспособить к обстоятельствам, если их цель поддержание порядка. Поразительной характеристикой законов мышления в этом мире служит то, что повинуясь им, а им поверь мне, ты должен повиноваться. Можно прийти к диаметрально противоположным результатам. Это объясняется тем, что законы приспособлены к условиям этого мира, где диаметрально противоположные результаты кажутся возможными, поскольку ты отвечаешь двум противоречивым голосам. Вне царства, закон, который действовал внутри, приобретает такую форму. Ты веришь в то, что проецируешь. Такова его обучающая форма, ибо обучение уне царства весьма существенно. Эта форма предполагает, что ты поймешь, кто ты таков, потому, что спроецировал на других, поверив, что таковы они и есть. В царстве же нет ни обучения, ни изучения, ибо нет убеждений. Есть только определенность. Бог и его сыновья в уверенности вытия знают, то, что ты продолжаешь, ты и есть. Эта форма закона не пригонялась к обстоятельствам, будучи законом творения. Бог сотворил этот закон, творя согласно этому закону. И сыновья его, творящие как он, следуют этому закону в радости, зная, что от него зависит возрастание царства, как от него зависели их собственные творения. Чтобы быть действенными, законы должны передаваться посредством общения. Фактически они должны переводиться для тех, кто говорит на разных языках. Тем не менее, хороший переводчик, даже меняя форму, никак не изменяет содержание переводимого. По сути, его дело изменить форму так, чтобы остался неизменным первоначальный смысл. Святой Дух переводит законы Божии для тех, кто их не понимает. Ты не способен сделать этого самостоятельно, ведь противоречивый разум не останется верен только одному значению, и, следовательно, ради сохранения формы он изменит смысл. Цель толкований Святого Духа прямо противоположна. Он переводит только для того, чтобы нетронутым остался первоначальный смысл в любом аспекте и на всех языках. Поэтому он отвергает идею значимости различий по форме, всегда подчеркивая, что подобные различия не важны. И есть его всегда одна и та же, а важно лишь содержание. Божий закон творения не пользуется истиной для убеждения в истине сыновей Господних. Продолжение истины, которая есть закон Царства, покоится на знании того, что естественно. Она твое наследие и не требует изучения, но отказавшись от своего наследия, ты поневоле стал учеником. Никто не сомневается, что обучение и память взаимосвязаны. Постижение невозможно без памяти, ибо оно должно быть последовательным для лучшего запоминания. Вот почему урок Святого Духа – урок в запоминании. Я ранее говорил, что Святой Дух учит запоминанию и забвению. Но забвение необходимо лишь для того, чтобы сделать запоминание последовательным. Ты забываешь с тем, чтобы лучше помнить. Ты не поймешь его толкований, покуда слушаешь два разных способа интерпретации их. Следовательно, необходимо забыть или отринуть один из них, чтобы понять другой. Только таким путем ты станешь постигать последовательно, чтобы в итоге стать последовательным самому. Какой смысл абсолютная последовательность царства может иметь для тех, чей ум смятен? Сметение совершенно очевидно мешает осознанию смысла, и следовательно, препятствует учащемуся в понимании его. В царстве нет путаницы, ибо смысл в нем один. Смысл этот идет от Бога и есть Бог. Поскольку он также есть ты, то ты разделяешь и продолжаешь его, как это делал твой Творец. Смыслу не нужен перевод, ибо он полностью понятен, но нужно продолжение, поскольку он означает продолжение. Общение полностью непосредственно и целиком едино. Оно абсолютно свободно, ибо ничто не нарушает его гармонию. Вот почему это царство Божие. Оно принадлежит ему, и, следовательно, ему подобно. Это реальность царства, и ей ничто не угрожает. Третье. Реальность царства. Святой Дух учит одному уроку и применяет его каждой вечности и в каждой ситуации. Свободный от конфликта, он доводит до максимума каждое усилие и каждый результат. Уча могуществу царства самого Бога, он учит тебя, что все это могущество твое. К чему оно применено, не важно, оно всегда максимально. Твоя бдительность не делает его твоим, однако она дает возможность использовать его всегда, любым путем. Сказав «я с вами во все дни», я имел в виду буквально смысл этих слов. В какой угодной ситуации я никогда ни от кого не отстраню. Поскольку я всегда с тобою, ты есть и путь, и истина, и жизнь. Эту силу создал не ты, не создал ее и я. Она сотворена с тем, чтобы ее разделять. Поэтому она теряет смысл, воспринятый как принадлежащий кому-то одному за счет другого. Такое восприятие делает ее бессмысленной, уничтожая ее реальный и единственный смысл или пренебрегая им. Божий смысл ожидает в царстве, ведь именно туда Бог поместил его. Он ждет, и ждет он не во времени. Он просто в царстве, принадлежа ему так же, как ты. Разве ты, кто есть смысл Божий, способен воспринимать себя вне царства? Ты можешь видеть себя врозь со своим смыслом, лишь ощущая себя нереальным. Вот почему это безумно обучает тебя, что ты не тот, кто есть на самом деле. Здесь все настолько противоречиво, что попросту становится немыслимым. Следовательно, это урок, который в реальности тебе не выучить, и стало быть, в реальности ты не способен ему учить. Но учишь ты всегда. По-видимому, ты учишь чему-то еще, хоть эго и не знает, чему именно. Поэтому ты эго вечно отменяемая, всегда подозрительна к твоим намерениям. Твой разум не обретает единства в преданности эго, ведь разум эго не принадлежит. Но все, что вероломно по отношению к эго, верно покою. Поэтому враг эго есть твой друг. Я ранее говорил, что друг эго не часть тебя. Ведь эго воспринимает себя в войне, поэтому оно нуждается в союзниках. Но ты, кто не причастен к той войне, должен нуждаться в братьях и узнавать их в каждом встречном, ведь только равные находятся в покое. Поскольку равные господни сыновья имеют все, соперничество им неведомо. Но если они воспримут любого брата неровнее о себе, о чем-то совсем иным, значит, идея соперничества пришла в их разум. Нельзя недооценивать необходимость неусыпной бдительности в противостоянии этой идее, ибо в ней колыбель твоих конфликтов. Она есть вера в то, что противоречивые интересы возможны, и, следовательно, ты принял невозможное за истину. Разве не то же самое будет сказать, что ты воспринимаешь себя нереальным? Быть в царстве значит просто сосредоточить на нем все свое внимание. Покуда ты считаешь, что можешь утерять внимание неистинному, ты принимаешь конфликт как добровольный выбор. Но разве это выбор? Он представляется таковым, однако кажущаяся и реальная не одно и то же. Ты, кто есть царство, не озабочен кажущимся. Реальность твоя, ведь ты и есть реальность. Вот так в конечном счете примиряются иметь и быть, не в царстве, но в твоем разуме. Алтарь единственная его реальность. Алтарь предельно ясен в мысли, потуча отражением о совершенной мысли. Твое верное мышление видит лишь братьев, видев все в своем собственном свете. Бог самолично осеял твой разум и сохраняет его осеянным своим светом, поскольку разум твой и есть его свет. В том нет сомнений, но если возникнет у тебя вопрос, то на него тот же дан ответ. Этим ответом, установлением факта, что сомневаться в реальности и значит задавать бессмысленные вопросы, просто упраздняется вопрос. Вот почему Святой Дух их никогда не задает. Его единственная функция упразднять сомнительное и приводить таким путем к определенности. Уверенные всегда спокойные, ибо в них нет сомнений. Они не вопрошают, ибо сомнения не закрадываются в их разум. Это хранит их в абсолютной безмятежности, поскольку они разделяют ее, зная, кто они есть. Четвертое. Исцеление как признание истины. Истину можно только признать и нужно только признать. Вдохновение от Святого Духа, определенное же от Бога согласно его законам. То и другое следовательно приходит от одного источника, поскольку вдохновение идет от голоса Господнего Глашатая, определенность от законов Божьих. Исцеление не исходит непосредственно от Бога, который знает свои творения в их полноте. И все же исцеление от Бога, ибо оно идет от Его голоса и Его законов. Оно есть результат того и другого в таком состоянии, где разум не знает Бога. Подобное состояние Богу неведомо, и, следовательно, такого состояния не существует. Но спящие этого не осознают, а не осознавая, они не знают. Святой Дух должен через тебя же учить тебя тому, что Он в тебе. Это промежуточный шаг к познанию того, что ты в Боге, ибо ты часть Его. Чудеса, вдохновляемые Святым Духом, не различаются по трудности, поскольку все части творения принадлежат одному порядку. На то есть Божья воля и твоя. Законы Божии установили это, а Дух Святой тебе о том напоминает. Когда ты исцеляешь, ты помнишь закона сущего и забываешь о законах эго. Я прежде говорил, что забывание есть средство лучшего запоминания. Поэтому правильно воспринятое забвение не и есть антипот запоминания. Воспринятое ложное забвение рождает восприятие конфликта с чем-то еще, сопутствующий всякому ложному восприятию. Воспринятое верно забывание может служить путем избавления от конфликта, как, впрочем, и всякое правильное восприятие. эго не желает передавать всем знание того, что само постигло, поскольку это расстроило его планы. Поэтому оно по-настоящему ничему не учится. Светлый дух учит тебя использовать все созданное эго, чтобы учить обратному постигнутому им. Тип обучения также безотносителен, как и определенная способность, используемая в этом обучении. Все, что от тебя требуется, это усилие постичь, ибо у Святого Духа есть единая цель для всех усилий. Если различные способности достаточно долго направлять к единой цели, они объединяются. Это произойдет, поскольку они будут направляться по одному руслу, в одном направлении или по одному пути. Тогда, в конце концов, все они вносят свой вклад в один конечный результат. И в силу этого подчеркивается скорее их схожесть, нежели различие. Все способности поэтому нужно отдать Святому Духу, который знает правильное применение для них. Он их использует только для исцеления, ибо он знает тебя единого целого. Исцеряя, ты постигаешь полноту, а постигая полноту, ты учишься помнить Бог. Ты позабыл его, но Святой Дух понимает, что твое забвение необходимо перевести на путь воспоминания. Цель всегда разделить и обособить. Святой же Дух всегда стремится объединить и исцелить. Когда ты исцеляешь, ты исцелен, ведь Дух Святой не видит степеней трудности в исцелении. Исцеление есть путь искоренения веры в различие, поскольку исцеление единственная возможность воспринять сановство единого целого. Такое восприятие следовательно находится в согласии с законами Божьими, даже в таком состоянии, когда разум не владул с его. Сила правильного восприятия столь велика, что ею разум приводится в согласии с Божьим разумом, поскольку служит его голосу, который во всех вас. Думать, что ты способен противостоять Господней воле, есть заблуждение. Эго верит в подобную свою способность и в то, что может предложить тебе в дар собственную волю. Тебе не нужен подобный дар, и это не дар, это ничто. Бог одарил тебя таким даром, который ты одновременно имеешь и который ты есть. когда ты им не пользуешься, ты забываешь, что имеешь его, о том не помня, ты не знаешь, кто ты такой. Исцеление поэтому есть путь приближения к знанию через мышление, согласное с законами Божьими и признание их универсальности. Без этого признания ты сделал Божий закон для себя бессмысленными. Они, однако, не бессмысленны, коль скоро всякий смысл держится ими и в них. Ищи же прежде Царства Божьего, ибо лишь там истинно действуют законы Божьи. И они действуют истинно лишь потому, что сами они законы истины. Но только этого ты и ищи, ведь ничего другого не найти. Нет ничего другого. Бог все во всем, в самом Слово. Все бытие в нем, кто сам и есть все бытие. Ты, следовательно, в нем, поскольку твое бытие его. Исцеление это путь, забыть об ощущении опасности, рожденном мэка в тебе, не признавая его присутствия в твоем брате. Это укрепляет силу Святого Духа в вас обоих, ибо является отказом признать страх. Любви только и нужно это приглашение. Она свободно приходит ко всему сыновству, будучи тем, что сыновство есть. Через свое пробуждение к ней ты просто забываешь о том, что не есть ты. А это дает тебе возможность помнить, кто ты такой. Пятое. Исцеление и неизменность разума. Тело не более чемостов для развития способностей, весьма далеки от того, для чего они используются. А это уже есть решение. Последствия подобного решения настолько очевидны, что не требуют пояснений. Решение же Святого Духа использовать тело только для взаимосвязи имеет настолько прямое отношение к исцелению, что это и впрямь нуждается в пояснении. Не исцеленный целитель явно не понимает своего призвания. Общаться могут только разумы. Поскольку эго не способно заклушить импульса к общению, который есть одновременный импульс к творчеству, ему остается только учить тебя, что тело способно и общаться и творить, поэтому то в разуме и нет необходимости. Таким образом, эго пытается убедить тебя, будто тело способно действовать как разум, и следовательно оно самодостаточно. Но мы уже постигли, что поведение не является уровнем обучения или изучения, ибо ты можешь действовать в согласии с тем, во что не веришь. Это однако тебя ослабит и как учителя, и как ученика, ибо уже неоднократно повторялось «ты учишь тому, во что веришь». Урок, в котором нет последовательности, будет плохо преподнесен и плохо выучен. Если ты учишь и недугу, и исцелению, то ты и плохой учитель, и плохой ученик. Исцеление единственная способность, которую каждый может и должен в себе развить, желая исцелиться. Исцеление формы общения Святого Духа в этом мире и та единственная форма, которую он приемлет. Он не признает никакой другой, ибо не принимает присущие к путанице разума с телом. Общение возможно только между разумами, а разум не чинит вреда. Тело в служении Эгг способно нанести ущерб другим телам, но этого не происходит, если тело уже не перепутано с разумом. Подобную ситуацию можно равно использовать для исцеления и для магии. Но нужно помнить, что магии всегда сопутствует вера в пакутность исцеления. Такая вера составляет полностью безумную посылку магии, и она получает соответственно безумное развитие. Исцеление же только укрепляет. Магия всегда старается ослабить. Исцеление не воспринимает в Целителе ничего такого, чего каждый не разделял бы с ним. Магия всегда усматривает в Целителе нечто особое, что, как ему кажется, он может предложить в дар тому, кто этого лишен. Целитель может верить, что его дар пришел к нему от Бога, но совершенно очевидно, Бог он не понимает, полагая, что обладает тем, чего нет у других. Святой Дух не полагается на случай, и исцеление, идущее от Него, эффективно всегда. Если Целитель не исцеляет через Него всегда, результаты исцеления будут варьироваться. Оно само по себе исцеление последовательно, ибо только последовательность свободна от конфликта, и лишь свободна от конфликта целостна. Приемляя исключения и признавая, что иногда он в силах исцелить, а иногда не в силах, Целитель явно принимает непоследовательность. Поэтому он сам в конфликте и конфликту учит. Разве то, что от Бога может не быть для всех и навсегда. Любовь не знает исключений. Только в присутствии страха идея исключений кажется осмысленной. Исключения страшат, поскольку они создаются страхом. Испуганный Целитель противоречию в терминах и, следовательно, выражает концепцию, которую лишь противоречивый разум может воспринять осмысленной. Страх не приносит радости, радует исцеление. Страхом диктуется исключение. Исцеление не знает исключений. Страх порождает разобщенность, ибо он побуждает к разделению. Исцеление рождает гармонию, ибо приходит с объединением. Исцеление предсказуемо, ведь на него можно положиться. На все, что идет от Бога можно положиться, ибо все исходящее от Бога целиком реально. На Исцеление можно положиться, поскольку оно вдохновляется его голосом и согласуется с его законами. Но если Исцеление последовательно, то его нужно понимать последовательно. Понимание означает последовательность, ибо Бог означает последовательность. Поскольку это его значение, оно и твое. Твое значение не может быть в разладе с его значением, ибо весь единственный твой смысл приходит от него и ему подобен. Бог не в разладе с самим собой, и ты не можешь быть в разладе с ним. Тебе не отделить своего Я от твоего Творца, который сотворил тебя, разделив с тобою свое бытие. Неисцеленный Целитель ждет благодарности от своих братьев, но сам он им неблагодарен, ведь он уверен, что дает им что-то, не получая равного в ответ. Его учение ограничено, ибо постигнуто им невелико. Его Целительный урок ограничен его собственной неблагодарностью, которая и есть урок недуг. Истинное познание непрерывно и столь могущественно его силой изменять, что Божий Сын способен в одно мгновение осознать свое могущество, а в следующее изменить весь мир. Ведь изменив свое мышление, он изменил самое мощное орудие изменения, когда-либо дарованное ему. Это ни в коей мере не противоречит неизменности разума, каким Бог сотворил его. Но покуда ты постигаешь через эко, ты полагаешь, что изменил свое мышление. И создается положение, когда необходим урок, на первый взгляд противоречивый. Ты должен научиться менять свое мышление о своем мышлении. Только таким путем сумеешь ты понять, что оно неизменно. Исцеляя, именно это ты постекаешь. Ты признаешь неизменный разум в своем брате, понимая, что он не мог изменить своего мышления. Вот так ты в нем воспринимаешь Святого Духа. Лишь Дух Святой в нем не меняет своего мышление. Твой брат может вообразить себя на то способным, иначе он не воспринимал бы себя больным. И, следовательно, он не знает своего «я». И если ты видишь в нем лишь неизменное, то ты не изменил его. Меняя свое мнение о его разуме за него, ты помогаешь ему упразднить то изменение, которое, как полагало его эго, оно произвело. Способное внимать двум голосам, ты и видишь двояко. Один взгляд тебе показывает образ или идола, которому ты будешь служить из страха, но полюбить не сможешь. Другой взгляд представляет только истину, которую ты полюбишь, поскольку ее поймешь. Понимать – значит ценить. Ведь ты себя отождествляешь с тем, что понимаешь. А сделав понимаемой частью себя, ты принял его с любовью. Таким путем Всевышний сотворил тебя, понимая, ценя и любя. Эго совершенно не способно это понять, ибо оно не понимает, не ценит и не любит того, что создает. Оно объединяет, чтобы отобрать. Оно буквально верит, что всякий раз, отняв что-либо у другого, оно растет. Я часто говорил о возрастании царства за счет твоих творений, которые возможно сотворить лишь так, как ты был сотворен. Все слава и совершенная радость, которые есть в Царство Небесное, заложены в тебе, чтобы отдавать. Разве не пожелаешь ты его отдать? Тебе не позабыть отца, поскольку я с тобою, а я его не забываю никогда. Забыть меня – значит забыть себя и твоего Творца. Братья наши забывчивы. Вот почему им нужно твое воспоминание обо мне и о том, кто сотворил меня. Через это воспоминание ты можешь изменить их представление о них самих, как я способен изменить твое. Твой разум настолько мощный свет, что ты способен оглядеть в их разумы и освещать их так же, как я освещаю твой. Я не желаю разделять свое тело в причастии, ведь это значит разделять ничто. Стал бы я разделять иллюзию со святейшими детьми святейшего Отца. Но разум свой я разделить с тобой желаю, ибо мы от одного разума, и этот разум наш. Старайся всюду видеть только этот разум, ибо лишь он повсюду и во всем. Он все, поскольку превосходит все, вбирая в себя все. Блажен ты, воспринявший только это, ибо воспринял ты лишь то, что истинно. Приди ко мне и узнай об истине в себе. По разуму, что мы с тобой разделяем, все наши братья разделяются с нами, и как только мы их увидим истинно, они исцелены. Пусть же твой разум заодно с моим сияет их умам, и через нашу благодарность к ним позволит им осознать свет в самих себе. Свет этот отразится на тебе и всем сыновстве, ибо он твой достойный дар Богу. Бог примет его и отдаст сыновству, ведь этот дар приемлем для него, а потому и для его сынов. Вот подлинное приобщение Святого Духа, кто в каждом видит Божий алтарь, и, принося его твоему благодарению, призывает тебя любить Всевышнего и Его творение. Ты можешь ценить сыновство только как единое целое. Это часть закона творения, поэтому она управляет всеми мыслями. 6. От бдительности к покою Хотя ты способен любить сыновство только единому целому, ты в состоянии воспринять его фрагментарно. Однако нельзя в какой-то его части увидеть то, что не присуще ему всему. Вот почему атака не бывает частичной, и почему от нее нужно отказаться полностью. Если же ей не отказано целиком, ей вовсе не отказано. Страх создает, а любовь творит, в зависимости от того, эго или Святой Дух их, соответственно, порождает или вдохновляет. Но они вернутся в разум мыслящего и повлияют на его общее восприятие. Сюда войдет и концепция Творца, его творений, и своих собственных. Относясь к ним со страхом, он не оценит их достойно. Надрежимый любовью к ним, он их оценит по достоинству. Разум, приемлющий атаку, не в состоянии любить. И только потому, что верит в свою способность погубить любовь. А потому не понимает, что есть любовь. Не понимая, что есть любовь, разум себя не видит любящим. Тогда теряется сознание бытия. Приходят ощущения нереальности, и наступает полное смятение. Мышлению твоему это удается благодаря его могуществу. Но это же мышление способно вывести тебя из замешательства, ибо его могущество не создано тобой. Твоя способность направлять свое мышление есть часть того могущества. Не веря в подобную свою способность, ты отвергаешь мощь своей мысли и делаешь ее бессильной в собственных глазах. Изобретательность эго в стремлении к самосохранению феноменальна. Но корни ее в той же силе разума, которую оно отрицает. Стало бы, эго нападает на то, что его поддерживает, а это обязательно приводит к чувству глубочайшей тревоги. Вот почему эго никогда не узнает того, что делает. Оно абсолютно логично, но явно безумно. К единственному источнику, целиком враждебному его существованию, оно обращается за поддержкой своему существованию. Боясь воспринять силу этого источника, эго вынуждено преуменьшать его могущество. Это угрожает его собственному существованию, а подобное состояние полностью неприемлемо для него. Оставаясь логичным, но по-прежнему безумным, эго разрешает эту целиком безумную дилемму полностью безумным образом. Оно не воспринимает свое состояние угрожающим, проецируя эту угрозу на тебя и воспринимает твое бытие как несуществующее. Это обеспечивает ему непрерывность, если ты примешь его сторону как своего рода гарантию того, что твоя собственная безопасность останется неведомой тебе. Эго не может себе позволить что-либо знать. Знание целокупно, а эго не верит в полноту. Это неверие колыбель эго. И при том, что эго тебя не любит, оно весьма предано своим собственным предкам, рождая так, как было рождено. Разум всегда воспроизводит собственное рождение. Рожденное страхом, эго воспроизводит страх. В том его преданность, и эта преданность сделала его вероломным по отношению к любви, ибо ты и есть любовь. Любовь в твое могущество, которое эго должно отрицать. Оно также должно отрицать все, что это могущество дает тебе, потому что этим могуществом тебе дается все. У кого есть все, тот не желает эго. Следовательно, его собственные создатели не желают его. Поэтому отказ стал бы ему единственным ответом, если бы разум его создавший знал себя. Познай тот разум какую-либо часть сыновства, он бы познал себя. Эго поэтому противится всякому пониманию, всякому признанию, всякому разумному восприятию и всякому знанию. Оно воспринимает их как абсолютную угрозу, поскольку чувствует, что всякая преданность разума – абсолютно. Вынужденный таким образом отделить себя от тебя, эго желает присоединиться к чему-либо другому. Но ничего другого нет. Разум, тем не менее, способен создавать иллюзии, осознавая верить в них, ибо он создал их своей верой. Святой Дух упраздняет иллюзии, на них не нападая, ибо он вовсе их не воспринимает. Следовательно, иллюзий для него не существует. Святой Дух разрешает, кажущийся рожденный иллюзиями, конфликт, воспринимая его как бессмысленный. Я уже говорил, что Святой Дух воспринимает конфликт таким, каков он есть, а он и есть бессмысленный. Святой Дух не желает тебе понимать конфликт. Напротив, он желает, чтобы ты понял, ввиду полной своей бессмысленности, конфликт непонимаем. Как я уже отметил, понимание несет достойную оценку. Достойная оценка ведет к любви. Ничто другое нельзя понять, ибо ничто другое нереально, поэтому ничто другое не имеет смысла. Помни о том, что тебе предлагает Дух Святой, ты утратишь бдительность ко всему, кроме Бога и Его Царства. Принять это покажется трудно, потому что ты все еще веришь в существование чего-то другого. Вера не требует бдительности, покуда в ней нет противоречий. Возникнув, противоречивые компоненты приводят к состоянию войны, и бдительность становится насущной необходимостью. В покое бдительности места нет. Она необходима против ложных убеждений, и к ней не призывал бы Дух Святой, когда бы ты не верил ложному. Уверовав во что-то, ты сделал его правдой для себя. Когда ты веришь в то, чего не знает Бог, мысль твоя, похоже, противоречит его мысли, а это видится атакой на него. Я повторял неоднократно, что эго и вправду верит в свою способность напасть на Бога, пытаясь убедить тебя, что это сделал ты. Коли скоро разум не способен нападать, логика эго приводит к заключению, что ты должен быть телом. Не видя тебя тем, что ты есть, оно вольно себя увидеть чем угодно. Осознавая свою слабость, эго желает твоей верности, но только не такого тебя, каков ты есть. Оно поэтому стремится вовлечь твой разум в собственную иллюзорную систему, дабы свет твоего понимания не рассеял эго. Оно не истинно, а посему и не желает иметь дело с истиной. Если истина абсолютна, неистинного не существует. Преданность одного или другому должна быть полной. Они не могут сосуществовать в твоем разуме, не раздвоив его. Если они не могут сосуществовать в покое, если ты желаешь покоя, ты должен раз и навсегда отказаться от идеи конфликта. Это требует бдительности только до тех пор, пока мест ты полностью не осознаешь того, что истинно. Покуда ты веришь, что две полностью противоположные системы мышления растеряют истину, потребность бдительности для тебя очевидна. Твой разум делит свою преданность между двумя царствами, и ты не даришь своей полной преданностью ни одной из них. В твоей идентичности с царством нет никаких сомнений, кроме твоих собственных, когда ты мыслишь безрассудно. Твое восприятие не учреждает твои сущности и не влияет на нее. Воспринятые на любом уровне проблемы идентификации не фактические проблемы. Они – проблема понимания, поскольку их присутствие подразумевает веру, будто тебе дано решать, кто ты такой. В этом эго абсолютно уверена и предана своей идее целиком. Но это ложная идея. Эго всецело предана неправде, воспринимая все в полном противоречии со Святым Духом и Знанием Божиим. Только Святому Духу под силу воспринимать твой смысл, поскольку твое бытие и есть Господне Знание. Любое убеждение, отличное от этого, будет заглушать в тебе глаз Божий и таким образом заслонять от тебя Бог. Пока вместо не воспримешь истинное его творение, ты не познаешь его Творца, поскольку Бог и его творение неразлучны. Единство Творца и его творение и есть твоя полнота, твое здравомыслие и беспредельное могущество. Сие могущество есть Божий дар тебе, ибо оно – то, что ты есть. Разъединяя с этим могуществом свой разум, ты самую могущественную силу во Вселенной воспринимаешь слабой, ибо не веришь, что ты – часть ее. Воспринятые без твоей части в нем Божье творение видится слабым, а те, кто видят себя ослабленными, нападают. Однако должно быть слепа атака, ведь нападать-то не на что. И слабые поэтому создают призвачные образы, воспринимают их как недостойные и нападают на них за их никчемность. Таков мир эго, он – ничто, в нем смысла нет, его не существует. Не тщись понять его, иначе ты поверишь в возможность его понимать, а следовательно – ценить и любить. Это оправдало бы его существование, которое не может быть оправдано. Тебе не сделать бессмысленно и значимым. Подобная попытка была бы безумной. Позволив безумию закрасться в разум, ты показал, что здравомыслие ты не желал всецело. Желая чего-то иного, ты создашь что-то иное. Не будучи чем-то иным, оно нападет на твою систему мышления, раздваивая твою верность. В подобном раздвоенном состоянии творить нельзя, поэтому-то тебе столь необходима бдительность против такого раздвоения, ибо продолжить можно только покой. Твой расщепленный разум препятствует продолжению царства, а в продолжении царства твоя радость. Не продолжая царство, ты не мыслишь заодно с Творцом, и не творишь, как Он творил. В таком твоем угнетенном состоянии Святой Дух мягко напоминает, что ты печален от того, что не осуществляешь свои функции Божьего Сотворца, и тем лишаешь себя радости, и что это вовсе не Божий выбор, а твой. Будь разум твой в разладе с Божьим разумом, твои валения были бы бессмысленны. Но в силу того, что Божья воля неизменна, конфликт воли немыслим. Таково полностью последовательное учение Святого Духа. Творение, а не разделение, есть твоя воля, поскольку она есть Божья воля, и ничто, противное ей, не имеет смысла. Будучи достижением совершенным, сыновство способно достигать лишь совершенства, продолжая радость, в которой оно сотворено, и отождествляя себя и со своим Творцом, и со своими творениями, зная, что они одно. Седьмое. Целокупность Царства. Всякий раз, отказав благословение брату, ты почувствуешь себя обделенным, ибо отказ так же абсолютен, как любовь. Столь же немыслимо отвергнуть часть сыновства, как и отчасти его любить. Столь же немыслимо любить его всецело, но временами. Нельзя быть абсолютно преданным чему-то временно. Отрицание само по себе не имеет силы, но ты можешь наделить его силы своего разума, а эта сила безгранична. Если ты пользуешься ею для отрицания реальности, реальность для тебя потеряна. Реальность нельзя занять частично. Вот почему отрицание любой ее части означает, что она полностью покинула твое сознание. Но отрицание есть защитный механизм, поэтому им можно пользоваться и позитивно, и негативно. Используемое негативно отрицание будет пагубным, так как атака станет его целью. Но в служении Святому Духу оно тебе поможет осознать часть реальности и так оценить ее всю. Разум слишком серьезно, чтобы стать предметом исключения. Тебе никогда не удастся исключить себя из собственных мыслей. Когда твой брат поступает безрассудно, он предлагает тебе возможность благословить его. Его нужда твоя. Тебе необходимо благословение, которое ты сможешь предложить ему. А получить благословение возможно только одним путем его отдать. Таков Божий закон, и он не знает исключений. Того, в чем ты отказываешь, ты решаешься. Не потому, что этого в тебе не достает, а потому, что отказав другому в чем-то, ты не осознаешь его в себе. Любой ответ диктуется твоим представлением о себе, и ты считаешь себя тем, чем ты желаешь быть. Следовательно, то, чем ты желаешь быть, всегда определяет твой ответ. Тебе нужно не Божье благословение, ибо оно дано тебе навечно, но твое собственное. Эго тебя изображает обойденным, нелюбящим и уязвимым. Подобную картину нельзя любить. Но выйти из такого образа легко, просто оставив его позади. Тебя в том представлении нет, а то, что есть, не ты. Подобной же картины не усматривай ни в ком другом, иначе ты ее принял как свою. Все заблуждения, связанные с сыновством, рассеиваются и вместе, как создавались. Другого не учи, будто он то, чем сам ты не желаешь быть. Покуда длится восприятие, в брате твоем, как в зеркале, будет отражаться твой собственный образ. А восприятие продлится до тех пор, покуда сыновство не осознает себя единого целым. Ты создал восприятие, оно продлится, пока не стану желанно для тебя. Иллюзии суть заинтересованности, и они длятся, покуда ты их ценишь. Ценности относительны, но обладают силой, поскольку отражают суждение разума. Рассеять иллюзии возможно, только изъяв из них свой вклад. Тогда они перестанут для тебя существовать, коль скоро ты отрешился мыслями от них. Держа их в мыслях, ты обеспечиваешь им жизнь. Однако нет абсолютно ничего, способного принять твой дар. Дар жизни твой, чтобы его дарить, ибо он был тебе дарован. Ты не осознаешь его, поскольку ты его не даришь. И ты не сделаешь ничто живым, ибо ничто не оживить. Следовательно, ты не продолжаешь дар, который ты имеешь, и который ты есть, и потому не знаешь собственного бытия. Вся путаница происходит от того, что ты не продолжаешь жизнь, а это не воля твоего Творца. С ним врозь ты ничего не можешь делать, и ничего не делаешь с ним врозь. Иди его путем, чтобы помнить себя, и учи его пути, чтобы не забыть себя. Почтением дари сынов живого Бога, и с радостью к ним причисляй себя. Только почтение достойное дар для тех, кого единый сотворил достойными почтения, и кого он почитает сам. Воздай им по достоинству, как Бог им воздает всегда, ибо они его возлюбленные сыны, в которых его благоволение. Ты с ними не разлучен, ибо ты не разлучен с ним. Прибудь в его любви и огради свое спокойствие и любовь. Но люби все им сотворенное, коего ты часть, иначе не познать его покоя, и дара его не принять ни для себя, ни как себя. Тебе не постичь своего собственного совершенства, не почти всех, кто сотворен в подобии тебе. Одно Божье дитя, единственный учитель, вполне достойно учить другое. Только один учитель в каждом разуме, и учит он у всех одному уроку. С терпением безграничным, рожденным безграничной любовью, от имени которой он говорит, он учит тебя неоценимому достоинству каждого Божьего сына. Любая атака это призыв к его терпению, ибо его терпение способно истолковать атаку как благословение. Те, что нападают, не знают, что благословенное. Они нападают, считая себя обойденными, поэтому дай им отщедрот своих, и, братьев, научи их собственным щедротам. Иллюзии недостаточности с ними не разделяй, иначе и себя воспримешь обездоленным. Атака никогда не спровоцировала бы атаку, когда бы ты не усмотрел в ней способ отнять у тебя нечто ценное. Но невозможно что-либо утратить, кроме того, чего не ценишь, и, следовательно, не желаешь. Поэтому ты чувствуешь себя лишенным того, чего не пожелал, и, проецируя свое неприятие этого чего-то на другого, веришь, что именно другие отнимают это у тебя. Должно быть, ты исполнен страха, считая, что твой брат стремится на тебя напасть и вырвать у тебя Царство Небесное. Это в конечном счете и есть основание для всякой проекции эго. Будучи частью твоего разума, которая не верит, что она в ответе за себя и не испытывая преданности Богу, эго не способна на доверие. Проецируя свое безумное убеждение в твоем предательстве по отношению к Творцу, эго верит, что твои братья, способные на вероломство не более, чем ты, стараются отнять у тебя Бога. Когда один брат нападает на другого, именно этому он верит. Проекции всегда видят твои желания в других. Если ты выбрал отделить себя от Бога, то будешь думать, что другие тебя разлучают с Ним. Ты Божья воля. Другого ничего не принимай за свою волю. Иначе ты отрицаешь свою сущность. А отрицая ее, будешь нападать уверенной, что на тебя напали. Увидев Божью любовь в себе, ты разглядишь ее повсюду, ибо она и есть повсюду. Увидишь его богатство в каждом, и будешь знать, что ты в нем вместе с ними. Все они часть тебя, как ты часть Бога. Без понимания этого ты так же одинок, как одинок сам Бог, когда его сыны его не знают. Понимание этого и есть Божий покой. Только один путь уводит от мышления мира, как только один путь привел к нему. Пойми сполна, понимая полноту. Воспринимая какую-либо часть системы мышления яга полностью безумной, полностью иллюзорной и полностью нежеланной, ты правильно оценил ее все целиком. Это дает тебе возможность воспринимать любую часть творения как полностью реальную, полностью завершенную и полностью желанную. Желая только этого, ты будешь иметь только это, и отдавая только это, ты будешь только этим. Дары, которые ты предлагаешь, эго, всегда переживаются как жертва, но те, которые ты даришь царству, всегда подарки самому себе. Они всегда сокровища для Бога, ибо принадлежат Его возлюбленным сынам, которые принадлежат Ему. Все силы и слава твои, ибо все царство Его. Восьмое. Невероятная вера. Мы уже говорили, что без проекции нет гнева, но также верно, что без продолжения нет любви. В этом отражается основной закон мышления, то есть закон, действующий непрерывно. Это закон, в согласии с которым ты творишь и сам был сотворен. Это закон, который объединяет царство и сохраняет его в Божьем разуме. Его воспринимает этот закон как средство избавления от нежеланного. Но для Святого Духа это основной закон соучастия, согласно которому ты отдаешь все ценное дабы его оставить в своем разуме. Для Святого Духа это закон продолжения, для Эка он закон решений. Следовательно, закон приводит либо к озабирию, либо к недостаточности, в зависимости от того, какое ты ему находишь применение. Как ты используешь данный закон, зависит от тебя. решений же применять закон или его не применять от тебя не зависит. Всякий разум либо проецирует, либо продолжает себя, ибо так он живет, а каждый разум и есть жизнь. Прежде чем окончательно упразднить неизбежную ассоциацию проекции с гневом, необходимо до конца понять, как эго использует проекцию. Эго всегда стремится сохранить конфликт. Оно на редкость изобретательно в поиске путей внешнего ослабления его, поскольку он не желает, чтобы конфликт стал для тебя невыносимым, и ты настоял на избавлении от него. Эго поэтому стремится убедить тебя, что оно в силах освободить тебя от конфликта, дабы ты не отказался от него и этим не освободился от него. Применяя собственную искаженную версию законов Божьих, эго использует силу разума, чтобы разрушить того же разума истинную цель. Проецируя конфликты собственного разума на другие, эго пытается убедить тебя, что ты избавлен от проблемы. Две кардинальные ошибки влечет за собой подобная попытка. Во-первых, строго говоря, конфликт не спроецировать, ибо в нем невозможно соучастие. Любая попытка сохранить одну его часть и избавиться от другой лишена смысла. Помни, что противоречивый учитель – плохой учитель и плохой ученик. Его уроки путаны, а их обобщающие ценности ограничены его собственной запутанностью. вторая ошибка идеи, будто бы верный способ избавиться от чего-то нежеланного – это его отдать. Именно отдавая что-либо, ты его сохраняешь. Убеждение, что увидев его вне себя, ты исключил его из себя, есть полное искажение способности продолжать себя. Вот почему те, кто проецирует, всегда так зорко-бдительны в отношении собственной безопасности. Они боятся, что их проекции вернутся к ним и причинят им вред. Полагая, что выморли спроецированные собственного разума, они, однако, верят, что оно стремится вновь туда вползти. А поскольку проекции не покидали своих источников, то проецирующие вынуждены вовлекать себя в постоянную активность во избежание осознания этого. Ты не способен вечно заблуждаться относительно другого, не заблуждаясь вечно относительно себя. Иначе и быть не может, поскольку разум не разделить на части. Фрагментация означает раскол на множество частей, но разум не нападает и на него нельзя напасть. Вера в обратное извечная ошибка эго лежит в основе его использования проекции. Эго не понимает, что такое разум, а потому не понимает, что такое ты. Однако его существование зависит от твоего разума, поскольку эго это твоя вера. Эго есть путаница в отождествлении. Не имея последовательной модели, оно никогда не развивалось последовательно. Оно продукт ложного применения божьих законов искаженными разумами, ложно использующими свою силу. Не бойся эго, оно зависит от твоего мышления, и создав его своей верой в него, ты в состоянии его рассеять, лишив его подобной веры. Не проецируй на другого ответственность за свою веру в эго, иначе ты эту веру сохранишь. Пожелав принять на себя полную ответственность за существование эго, ты отказываешься и от атаки, и от гнева, ибо они приходят с попыткой спроецировать на других ответственность за собственные ошибки. Однако, приняв эти ошибки как свои, не сохраняй их, отдай их быстро Святому Духу для полного уничтожения, дабы все их последствия исчезли из твоего разума и из сыновства в целом. Святой Дух станет учить тебя восприятию, выходящему за рамки твоей веры, ибо истина за пределами веры, а его восприятие истинно. Забыть об эго можно в любой момент, ибо оно всецело неправдоподобная вера, и никто не сохраняет веру, которую считает неправдоподобной. Чем больше ты об эго узнаешь, тем больше понимаешь, что доверять ему нельзя. неправдоподобное нельзя понять, поскольку оно невероятно. Бессмысленность восприятия, основанного на невероятном, очевидна, но его часто не распознают как невероятное, ибо оно создавалось верой. Вся цель этого курса – учить тебя, что эго невероятно и навсегда останется невероятным. Ты, создавший его своей верой в невероятное, не можешь к этому выводу прийти один. Принятием искупления для самого себя ты принял решение против веры в возможность быть одному, тем самым рассеивая идею разделения и утверждая свое истинное тождество со всем Царством Небесным, буквально как с частью себя. Подобное отождествление за грани у всех сомнений, равно как и за грани убеждений. Твоя полнота беспредельна ибо бытие есть беспредельность. Девятое. Продолжает царство. Только ты можешь ограничить свою творческую силу, но Бог желает ее освободить. Он в той же мере не желает тебе отказываться от своих творений, в какой он не желает лишать себя своих. Так не лишай сыновства своих даров, иначе ты себя лишаешь Бога. Эгоизм от эго, но полнота твоего я от духа, ибо так Бог сотворил его. Святой дух обитает в той части разума, который лежит между эго и духом. Он всегда посредничает между ними в пользу духа. Эго воспринимает это как пристрастие и реагирует как на заговор против себя. Для духа это истина, ибо он знает собственную полноту, не в состоянии помыслить о части разума, из коей он мог быть исключен. Дух знает, что сознание всех его братьев включено в его собственное, как оно включено в Божье. Могущество всего сыновства его Творца есть следовательно собственная полнота Духа, придающая его творению равную полноту и равное совершенство. Эго не одолеть целокупности, включающей в себя Бога, а любая целокупность должна включать в себя Бога. Все, что он сотворил, натеряно всей его силой, ибо оно есть часть его и растеряет с ним его бытие. Творение антипод потери, равно как благословение антипод жертвы. Бытие должно продолжаться, таким путем оно поддерживает знание себя. Подобно своему Творцу, Дух стремится поделиться своим бытием. Сотворенное соучастием он желает творить. Он не желает ограничить Бога, напротив, он желает продолжить его бытие. Продолжение Господня Бытия – единственное назначение Духа. Полноту Духа можно ограничить не более, чем полноту Его Творца. Полнота и есть продолжение. Вся суть системы мышления эго препятствует продолжению, и тем препятствует осуществлению твоей единственной функции. Следовательно, мышление эго препятствует твоей радости, и ты воспринимаешь себя несостоявшимся. Когда ты не творишь, ты ощущаешь нереализованность, но Богу нереализованность неведома, и, следовательно, ты творишь. Возможно, ты не знаешь собственных творений, но это помешает их реальности не более, чем твоя неосведомленность о собственном Духе помешает его бытию. Царство продолжает себя вечно, ибо оно в разуме Божьем. Тебе неведомо блаженство, ибо неведома полнота собственного Я. Исключи любую часть царства из себя, и ты не полон. Расщепленный разум не воспринимает своей полноты, и чуду его полноты необходимо сойти на него и исцелить его. Это пробуждает в нем полноту и восстанавливает его для царства благодаря принятию разумом собственной полноты. Абсолютное понимание разумом полноты собственного Я делает эгоизм невозможным, а продолжение неизбежным. Вот почему в царстве полный покой. Дух полностью осуществляет свою функцию, а только полное осуществление есть покой. Твои творения для тебя защищены, поскольку Дух Святой в твоем разуме осведомлен о них и может привнести их в твое сознание, как только ты ему позволишь. Твои творения в твоем разуме как часть твоего собственного бытия, ибо твои свершения включают их. Творения любого Сына Божьего твои, поскольку каждое творение принадлежит всем Божьим сыновьям, будучи сотворенным для всего сыновства в целом. Ты не был безуспешен в увеличении наследия сынов Господних, поэтому ты преуспела в сохранении этого наследства для себя. Поскольку дар наследия был актом Божьей воли, он отдал его тебе навечно. Свою волю отдав тебе его навечно, он дал тебе и средство сохранить его. Так ты и сделал. Лишь для безумных в неповиновении к Господней воле есть смысл. В истине неповиновение невозможно. Полнота твоего Я, как и Господня, беспредельна. Подобно его полноте, она в покое совершенном и продолжает себя вечно. Ее сияние столь лучезарно, что она творит в совершенной радости и целокупностью своей, рождает только целокупное. Не сомневайся, ты не потерял ни собственного тождества, ни продолжений, которые поддерживают его покой и полноту. Чудеса суть выражения этой уверенности. Они отражают и твое подлинное тождество с твоими братьями и осознание того, что твое тождество поддерживается собственным продолжением. Чудо это урок целостного восприятия. Включив урок любую часть целого, ты включил в него все целое. Десятое. Смешение боли и радости. Подобно миру, царство есть результат определенных предпосылок. Возможно, тебе удавалось довести рассуждение эго до их логического конца, явившегося полной путаницей во всем. Предвидите подобный результат, ты бы его не пожелал. Единственной причиной, по которой тебе желанна какая-либо часть его, может быть то, что ты не видишь итогов целом. Ты соглашаешься взглянуть на предпосылки эго, но не на их логический исход. Не так ли поступаешь ты с Божьими посылками? Твои творения логический итог его посылок. Его мышление учредило их для тебя. Они там, где ему надлежит быть. Творения принадлежат твоему разуму, как часть твоего тождества с его разумом. Но состояние твоего разума и признание того, что в нем, зависит от твоего представления о своем разуме. Каковы бы ни были эти убеждения, они те предпосылки, которые определят, что именно ты примешь в свой разум. Вне всякого сомнения ты способен принять в свой разум то, чего там нет, и отрицать, что есть. Но даже отрицая функцию, которую сам Бог через свой разум дал твоему, ты не в силах помешать. Она логическое средство того, что ты есть. Способность видеть логический исход зависит от желания его увидеть. Но истинность его безотносительна к твоим желаниям. Истина это воля Божия. Разделишь его волю, и ты разделишь все, что знает он. Но отвергая его волю как свою, ты отрицаешь его царство и свое. Святой Дух поведет себя путем, который исключает любую боль. Никто не стал бы возражать против подобной цели, узнав ее. Проблема совсем не в том, глаголит ли Святой Дух истину, а в том, желаешь ли ты унимать его словам. В том, что такую боль ты разбираешься не более, чем в радости. По сути, ты склонен их путать. Главная функция Святого Духа учить тебя их различать. Все радостное для тебя мучительно для эго. И покуда ты сомневаешься в том, кто ты есть, ты будешь путать радость с болью. Такая путаница и есть источник идеи жертвы. Внимай Святому Духу, и ты станешь избавляться от эго. Но ты не будешь жертвовать ничем. Напротив, ты будешь все обретать. Когда ты поверил в это, не было бы и конфликта. Вот почему ты должен доказывать себе очевидное. Оно не очевидно для тебя. Ты веришь, что в твоих интересах идти наперекор Господней воле. Ты также веришь, что возможно идти наперекор Господней воле. Следовательно, ты веришь, что невозможный выбор, желанный и пугающий одновременно, тебе доступен. Но Бог изъявляет волю. Она не загадывает желаний. Воля твоя столь же могущественна, скуль его, ибо она и есть его. Желание эго ничего не значит, поскольку эго желает невозможного. Ты тоже способен вожелать немыслимого, но изъявлять волю можно только с Богом. В том слабость эго и твоя сила. Святой Дух всегда на твоей стороне, всегда с твоей силой. Покуда ты избегаешь его водительства любым путем, ты хочешь оставаться слабым. Но слабость страшит. Тогда о чем еще свидетельствует подобное решение, если не о желании оставаться в страхе? Святой Дух никогда не просит жертвы, якоже требует ее всегда. Когда ты полностью сбит с толку подобным различиям в побуждениях, то этим ты обязан исключительно проекции. Проекции есть путаница в побуждениях, и в силу этой путаницы доверие становится немыслимым. Никто не радуется, следуя за водителем, которому не доверяет. Из этого, однако, не следует, что водитель не достоин доверия. В этом случае всегда доверие не достоин ведомой. Но и это, скорее всего, вопрос его собственного убеждения. Веря, что сам способен на предательство, он все вокруг себя считает вероломным. И только потому, что он выбрал не того наставника. Не в состоянии следовать ему без страха, ведомый ассоциирует любое водительство со страхом и вообще отказывается от наставника. Неудивительно, что результат подобного решения полная неразбериха. Святой Дух, как и ты, достоин полного доверия. Бог доверяет тебе, поэтому твоя надежность несомненна. Она останется на вечного несомнений, как глубоки бы ни были твои сомнения. Я прежде говорил, что ты Господня воля. Воля его не пустая прихоть, и твое отождествление с его волей не дело выбора, ибо она то, что ты есть. Моя сопричастность его воли не вопрос выбора, как может показаться. Все разделение целиком заключено в этой ошибке. Единственный путь избавления от ошибки решить, что ты не должен ничего решать. Все уже было дано тебе решением Божьим. В том его воля, и ты не в состоянии отменить ее. Даже отказ от твоей ложной прерогативы принятия решений, которые так ревностно оберегает Эка, не осуществляется твоим желанием. Это сделано за тебя Божией волей, не оставившей тебя сиротой. Голос его научит тебя отличать радость от боли и выведет тебя созданной тобой. Нет путаницы в разуме Господня Сына, чья воля должна быть волей его Отца, ибо отцового воля есть его Сын. Чудеса в согласии с волей Бога, чьей воля ты не знаешь, ибо находишься в смятении по поводу своей. А это означает полное смятение по поводу того, кто ты такой. Если ты Божья воля, но не приемлешь ее, то ты себе отказываешь в радости. Чудо поэтому служит уроком в том, что такое радость. Будучи уроком сопричастности, чудо есть урок любви, которая есть радость. Таким образом, каждое чудо это урок истины, а предлагая истину, ты познаешь разницу между болью и радостью. Одиннадцатое. Состояние милосердия. Святой Дух всегда тебя наставит на путь истины, ибо радость твоя его. Такова воля его для всех, ибо он говорит за все Царство Божие, которое есть радость. Поэтому следовать за ним самая легкая вещь в мире, единственная легкая вещь в мире, ибо она не от мира сего. Идти за ним естественно. Мир же идет наперекор твоему естеству, подучи не владу с законами Божьими. Мир воспринимает степени трудности во всем. И только потому, нет ничего полностью желанным. Показывай себе, что нет порядка трудностей в чудесах, ты убедишь себя, что в твоем естественном состоянии трудностей нет вообще, ибо это состояние состояние милосердия. Милосердие естественное состояние каждого Сына Божьего. Вне этого состояния он вне своего естественного окружения и не функционирует нормально. Все, что он делает, вызывает напряжение, ибо он не был сотворен для окружения, созданного им самим. Поэтому он не может не приспособиться к нему, не приспособить его к себе. Не стоит и пытаться. Сын Божий счастлив, только зная, что он с Богом. Только в подобном окружении не возникает стресса, ибо оно его естественное окружение. Это также единственное окружение, достойное Божьего Сына, ибо его собственная ценность превосходит все, что он способен создать. Возгляни на царство, созданное тобою, и справедливо оцени его. Достойно ли оно быть домом чада Божьего? Дает ли оно защиту сыновнему покою, и озаряет ли его любовью? Хранит ли его сердце недосягаемым для страха, и позволяет ли ему вечно отдавать, не ощутив потери? Учит ли оно сына тому, что в дарении его радость, и что сам Бог благодарит его за щедрость? Только в подобном окружении возможно твое счастье. Ты не способен сам создать такого окружения, как не способен сам создать себя. Твое окружение сотворено для тебя точно так же, как ты сотворен для него. Господь печется о своих чадах, ни в чем им не отказывая. Когда же они отказывают ему, они не знают этого, ибо отказывают себе во всем. Ты, кто способен одарить любовью Божией все, что видишь, трогаешь и помнишь, буквально отказываешь себе в Царстве Небесном. Я призываю тебя помнить, я выбрал тебя обучать Царству. В этом уроке нет исключений, ибо в отсутствии исключений и заключается урок. Каждый сын, вернувшийся с этим уроком в своем сядце в Царство, исцелил сыновство и Бога возблагодарил. Всякий, постигший этот урок, становится идеальным учителем, ибо урок постигнут от Святого Духа. Когда в разуме только свет, разум и знает только свет. Его собственное сияние освещает все вокруг него, и, продолжаясь во тьму других разумов, преображает эту тьму величие. В них Божие величие, которые тебе необходимо признать и оценить и знать. «Признать величие Господне в твоем брате значит принять свое собственное наследие. Всем поровну дает Господь. Признав, комбо ты ни был его дар, ты понимаешь, что им дано тебе. Нет ничего легче, чем признать истину. Это признание мгновенное, ясное и естественное. Ты приучал себя не признавать ее, и это было неимоверно трудно для тебя. Из своего естественного окружения ты, вероятно, мог спросить, что есть истина, поскольку истина есть окружение, которым и для которого ты сотворен. Ты не знаешь себя, ибо не знаешь своего Творца. Тебе неведомо твои творения, поскольку ты не знаешь своих братьев, творивших их заодно с тобой. Я уже говорил, что только все сыновство достойно быть Господним сотворцом, ибо лишь все сыновство может творить, как Он. Всякий раз соцаря брата признанием его ценности, ты признаешь его творческую силу и свою. Ему не потерять того, что ты в нем признаешь, и слава, которую ты видишь в нем, должна принадлежать тебе. С тобой Он Божий сотворец. Отрицая его творческую силу, ты отрицаешь свою собственную, а заодно и силу Бога, сотворившего тебя. Истину нельзя отрицать частично. Ты не знаешь своих творений, ибо не знаешь их Творца. Ты не знаешь себя, ибо не знаешь своего Творца. Твои творения способны учредить твою реальность не более, чем ты способен учредить реальность Божью. Но знать ты в состоянии как ту, так и другую. Бытие познается сопричастностью. Поскольку Бог разделяет с тобой свое бытие, ты можешь знать Его. Но также ты должен знать всех им сотворенных, чтобы знать то, что они разделяют. Без своего Отца ты не узнаешь собственного отцовства. Царство Божие объединяет всех его сыновей и их детей, которые подобны сыновьям, так же, как те подобны своему Отцу. Знай Божьих сыновей, и ты познаешь все творение. Обратный путь. Первое. Направление учебного плана. Не ради знания мы изучаем данный курс. Ради покоя. Покой есть предпосылка знания лишь потому, что в противоречивом разуме покоя нет. А он условие знания, ибо покой условие царства. Знание можно возродить, лишь удовлетворив его условиям. Это не сделка, предлагаемая Богом, ведь Бог не заключает сделок. Это и есть результат превратного использования тобой законов Божьих от имени воображаемой небожьей воли. Знание есть его воля. Противись его воле, а разве ты можешь знать? О том, что предлагает знание, я уже говорил, но, видимо, ты все еще не полностью желаешь этого. Иначе ты не отринул бы его с такой готовностью, как только твоей верности потребовала эго. Помехи эго, кажется, препятствуют твоей учебе. Однако у него нет силы мешать, если, конечно, ты не наделишь его подобной силой. Голос эго – это галлюцинация. Не ждешь же ты, что оно скажет «я нереально». но от тебя не требуется рассеивать свои галлюцинации в одиночку. Необходимо дать им трезвую оценку в плане воздействия на тебя. Если ты их не пожелаешь, не пожелав терять покой, они будут изъяты для тебя из твоего мышления. Каждый твой ответ эго – это призыв к войне, а война действительно лишает тебя покоя. Но в той войне у тебя нет оппонента. И только так отныне нужно реинтерпретировать реальность во имя сохранения покоя. Те, в ком ты видишь своих врагов, часть твоего покоя, от коего ты отказываешься, на них напав. Возможно ли иметь то, от чего отказываешься? Дабы иметь что бы то ни было, необходимо это разделять. Но отказаться в одиночку от него нельзя. Отказываясь от покоя, ты исключаешь себя из него. Подобное условие столь чуждо царству, что состояние внутри него твоему пониманию недоступно. Прошлое обучение было неверным уже лишь потому, что оно не сделало тебя счастливым. На одном этом основании в ценности его следовало усомниться. Поскольку обучение не нацелено на перемены, а перемены всегда цель обучения, доволен ли ты переменами итогом твоей учебы? Неудовлетворенность результатами обучения есть знак его провала, имея в виду, что ты не получил того, чего хотел. Учебный план искупления противоположен твоему собственному плану. И также противоположные их результаты. Если твой план не сделал тебя счастливым, и если для тебя желателен другой исход, необходимость изменений в учебном плане налицо. Прежде всего надлежит изменить направление плана. Осмысленный план исключает непоследовательность. Если он создается двумя учителями, исходящими из диаметрально противоположных концепций, объединенного плана не получится. Если же план осуществляется двумя подобными учителями одновременно, они будут помехой один другому. Это приводит к нестабильности, а не к переменам. Колеблющиеся не имеют направления. Они не в состоянии выбрать одно направление, поскольку им не отрешиться от другого, даже если его не существует. Их противоречивый план учит их тому, что все направления возможны и не дает им логического обоснования для выбора. Бессмысленность подобного плана необходимо осознать прежде, чем реальное изменение направления станет возможным. Нельзя одновременно учиться у двух учителей, ни в чем друг с другом несогласных. Их общий план невыполнимой задачи. Они учат тебя совершенно разному и разными методами, что вероятно было бы возможно, когда бы оба не учили тебя твоей сущности. Твоя реальность не затронута ни одним из них, но слушая обоих, твой разум раздваивается в вопросе о твоей реальности. Второе Различие между свободой и неволей Логическое обоснование выбора однако существует. Лишь одному учителю известна твоя реальность. Если цель плана убрать помехи на пути к такому знанию, ты должен этому учиться у него. Эго не знает, чему тебя учить. Оно пытается учить тому, что ты такое, не зная, кто ты такой. Эго великий эксперт в путанице. Ничто другое его пониманию недоступно. Следовательно, будучи как учитель в полном замешательстве, эго тебя сбивает с толку. Даже если бы удалось полностью игнорировать Святой Дух, что неосуществимо, то и тогда у эго не научиться ничему, поскольку оно ничего не знает. Есть ли какой-либо резон для выбора подобного учителя? Не лучше ли отбросить его учение целиком? К такому ли учителю Сын Божий обращается, чтобы найти себя? Еще ни разу эго не дало чему-либо осмысленный ответ. Разве твой личный опыт обучения его эго не подтверждает его несостоятельность как будущего учителя? однако не только этим эго вредил о твоей учебе. Учение радостно, когда оно ведет себя естественным путем и обеспечивает развитие всех твоих данных. Когда же тебя учат наперекор твоей природе, учение впруг не идет, ибо ведет к лишению свободы. Воля твоя в твоей природе и, следовательно, против твоей природы не пойдет. эго не в состоянии тебя учить, пока свободна твоя воля, ибо ты просто не станешь слушать. Воля твоя свободна, и нет ее на то, чтобы ты был в неволе. Вот почему эго есть отрицание свободной воли. Бог никогда тебя не принуждает, ибо он разделяет с тобою свою волю. Голос его учит только в согласии с его волей. Однако урок Святого Духа совсем не в этом, поскольку это твоя суть. Урок же в том, что нет разлада между Господней волей и твоей, ибо они одно. Этим и упраздняется все, чему пытается учить эго. Следовательно, конфликты не должно быть не только в направлении учебного плана, но и в содержании его. Эго пытается учить, будто твое желание противиться к Господней воле. Подобный противоестественный урок непостижим. Попытка выучить его есть посекательство на твою свободу и вызывает страх перед собственной волей именно потому, что она свободна. Святой Дух противится любому ущемлению свободы воли Божьего Сына, отлично зная, что воля Сына есть воля Его Отца. Ведя тебя путем свободы, Святой Дух учит пренебрегать помехами и устремлять свой взор за их пределы. Мы уже говорили, что Дух Святой учит тебя различию меж радостью и болью. Иными словами, Он учит тебя отличать свободу от неволь. Подобного различия не сделать без него. Ведь ты себя учил, что не свобода и есть свобода. Веря в их идентичность, возможно ли их различить? Разве к этой части разума, которая тебя учила идентичности свобода и неволя, ты обратишься за разъяснением отличий между ними? Учение Святого Духа имеет только одно направление и одну цель. Оно направлено к свободе, а цель его есть Бог. Но Дух Святой не представляет себе Бога без тебя, ибо не в Божьей воле быть без тебя. Когда же ты поймешь, что твоя воля есть Божья воля, твое желание быть без него станет твое неба, твое твое, желание быть без тебя, твое сила и слава в ней. Воля Господня безгранична в покое, силе и в любви. Ей нет границ, поскольку продолжение ее бескрайне, и она превосходит все сущее, ибо все сущее ею сотворено. С сотворением всего она сделала все частью себя. Ты Божья воля, ибо так ты сотворен. Поскольку твой Творец творит только подобное себе, то ты Ему подобен. Ты часть того, кто есть вся сила и слава. Поэтому ты беспределен, как и Он. К чему еще, если ни к силе, ни к славе Дух обращается Святой за возрождением Царства? Значит, Он просто обращается к сущности Царства за Его собственным признанием того, что оно есть. Как только это признание к тебе придет, ты принесешь его непроизвольно каждому, ибо ты каждого призвал. Своим признанием ты пробуждаешь их признание, а их признанием продолжается твое. Пробуждение легко и радостно распространяется волной по Царству в ответ на Божий зов. Это естественный ответ каждого Сына Божьего голосу, глашатого Его Творца, поскольку это голос Его творений и Его собственного продолжения. Третье. Святая встреча. Слава Господу Вышних и слава Тебе, ибо Он так повелел. Проси, и будет Тебе дано, ибо Тебе уже дано. Проси Света, и познай, что Ты есть Свет. Желая понимания и просветления, ты их постигнешь, ибо Твое решение постичь – это решение внимать Учителю, который знает Свет и, значит, может учить тому Тебя. Познанию Твоему предела нет, поскольку нет предела разуму. Его учению предела нет, ведь Он усотворен, чтобы учить. Понимая свою функцию в совершенстве, Он и исполняет ее в совершенстве, ведь в этом Его радость и Твоя. Лишь в совершенном исполнении Божьей воли – покой и радость, которую возможно полностью познать. Ибо это единственная функция, которую возможно полностью пережить. По завершении ее не остается никакого другого опыта. Однако желание нового опыта способно воспрепятствовать осуществлению этой функции, поскольку Божья воля не навязана Тебе, подачи опытом царякум желанным. Святой Дух понимает, как тому учить, но ты не понимаешь. Вот почему тебе так нужен Дух Святой, вот почему Бог дал его тебе. Только Его учение высвободит твою волю для воли Божьей, объединив ее силы Его и славы, и утвердив их, как Твои. Ты разделяешь их, как разделяет Он, ибо таков естественный исход их бытия. Воля Отца и Сына едина, поддержанная их продолжением. Их продолжение есть результат единства, скрепляющего их союз продолжением совместной воли. Это совершенное творение совершенно сотворенных в союзе с Совершенным Творцом. Отец должен дарить Отцовство Сыну, дабы продолжить Его собственное Отцовство. Тебе, принадлежащему Богу, дана святая функция продолжать Его Отцовство тем, что ты не будешь устанавливать Ему пределов. Позволь Святому Духу учить тебя, как это сделать, ибо узнать, что это значит, ты сможешь лишь от самого Бога. Встретив кого-либо, не забывай, что это святая встреча. Каким ты видишь встречного, таким увидишь и себя. Как отнесешься к встречному, так станешь относиться к самому себе. Как ты о нем помыслишь, так станешь мыслить о самом себе. Не забывай об этом, ибо в нем ты либо себя найдешь, либо потеряешь. Когда б не встретились два Божьих Сына, им дан еще один шанс для спасения. Не оставляй же встречного, не дав ему спасения, и сам не получив его. Ибо я всегда с вами в воспоминании о тебе. Какого бы ты ни избрал Учителя, цель плана всегда одна – познай самого себя. А больше нечего искать. Каждый ищет в себя, свою силу и славу, которые он, как ему кажется, утратил. Всякий раз, оказавшись с кем-то вместе, ты получаешь еще одну возможность их найти. Сила твоя и слава в нем, ибо они твои. Эго старается найти их исключительно в тебе, поскольку оно не знает, где искать. Святой Дух учит, что, глядя только на самого себя, ты не найдешь себя, ибо ты видишь не то, что есть на самом деле. Будучи с братом, ты постигаешь свою сущность, ибо ты учишь своей сущности. В его ответе будут радость или боль, в зависимости от Учителя, которому ты следуешь. Брат будет связан или освобожден согласно твоему решению. Но то же самое произойдет с тобой, не забывая о своей ответственности перед ним, ибо она твоя ответственность перед самим собой. Дай ему его место в царстве, и обретешь свое. Царство Господне не находят в одиночку. И ты, кто и есть царство, в одиночку не найдешь себя. Стало быть, чтобы осуществить намеченную цель, тебе не следует прислушиваться к эго, которое всегда стремится сокрушить свою же собственную цель. Эго о том не знает, ибо вообще не знает ничего. Но ты можешь и будешь об этом знать, если готов взглянуть на то, что эго желает сделать из тебя. Это твоя ответственность, ибо увидев, как эго рушат собственные планы, ты примешь искупление для себя. Да и есть ли у тебя иной выбор? Сделав этот выбор, ты поймешь, отчего, встретив кого-либо, ты думал, что он кто-то другой. И каждая святая встреча, всецелопринятая тобой, будет учить тебя, что это не так. Встретиться можно лишь с частью самого себя, поскольку ты часть Бога, а Бог есть все. Сила и слава Его повсюду, и ты не исключен из них. Эго учит, что сила твоя в тебе одном. Святой Дух учит, что всякая сила в Боге и, следовательно, в тебе. Бог не желает никому страданий. Он не желает никому у тебя, включаясь, страдать из-за неверно принятого решения. Вот почему Он даровал тебе средства устранения неверного решения. Силой Его и славой твои неверные решения полностью отметены. А ты и брат твой освобождены от каждой решающей свободы мысли в любой части сыновства. Неверное решение бесцельное, не будучи истинными. Ни воля, в которой они, казалось, заточают. Ни воля истина, чем они сами. Сила и слава принадлежат лишь Богу, как и ты сам. Бог отдает все, что Ему принадлежит, ибо Он отдает Себя, а все принадлежит Ему. Отдавать Себя – та функция, которой Он наделил тебе. Совершенное исполнение ее позволит тебе вспомнить о том, что ты имеешь от Него, тем самым вспомнив, что ты есть в Нем. Осуществление этого у тебя достанет силы, поскольку в этом твоя мощь. Слава есть Божий дар тебе, ибо она – то, что Он есть. Узри же славу Его повсюду, чтобы помнить, кто ты такой. Четвертое. Дар свободы. Коли скоро в Божьей воле для тебя только покой и радость, то, не испытывая их, ты, видимо, отказываешься признать Господню волю. Воля Его неколебима, будучи вечно неизменной. Если ты неспокоен, то только из-за неверия, что ты в Нем. Но ведь Он – все и во всем. Его покой совершенен, и ты должен быть включен в Него. Ты повинуешься Его законам, ибо Его законы правят всем. Ты не способен освободиться от Его законов, хоть и способен не подчиниться им. Но в этом и только в этом случае ты ощутишь себя беспомощным и одиноким, ибо откажешь себе во всем. Я Свет пришел в мир, который действительно отказывает себе во всем. Он это делает, просто разъединяя себя со всем. Следовательно, мир – лишь иллюзия разобщения, поддерживаемая страхом перед тем самым одиночеством, которое и есть его иллюзия. Я говорил, что я с вами во все дни до скончания века. Вот почему я Свет Мира. Если я с вами в одиночестве мира, одиночество исчезает. Нельзя поддерживать иллюзию одиночества, не будучи одиноким. Моя цель поэтому, как и прежде, победить мир. Я не нападаю на него, но Свет мой должен рассеять мир, просто в силу того, что он есть. Свет не атакует тьму, он просто изгоняет ее своим сиянием. Если мой Свет пойдет с тобой повсюду, ты станешь изгонять тьму вместе со мной. Свет станет нашим, и ты уже не во тьме, равно как тьме не будет места в твоем присутствии. Воспоминание обо мне – это воспоминание о тебе самом и о том, кто послал меня к тебе. Ты был во тьме, покуда Божья воля не осуществилась каждой частью сыновства. Когда это совершилось, Господня воля осуществилась в совершенстве всеми. А как иначе она могла осуществиться в совершенстве? Моей миссией было просто объединить волю сыновства с волей Отца, моим осознанием воли Отца. Подобную осознанность я и пришел передать тебе. Твоя же проблема в принятии его, и есть проблема сего мира. А рассеяние мира есть спасение. И в этом смысле я – спасение мира. Поэтому мир должен ненавидеть и отвергать меня, ибо мир есть идея невозможности любви. Если ты примешь факт, что я с тобой, ты отвергаешь мир и принимаешь Бога. Воля моя есть его воля, и твое решение слушать меня, есть решение внять его голос и прибыть в его воле. Как Бог послал меня к тебе, так я пошлю тебя к другим. К ним я пойду с тобою вместе, чтобы нам вместе их учить покою и единство. Разве тебе неведомо, что мир нуждается в покое в той же мере, что и ты? Разве твое желание дать ему покой не столь же сильно, как получить его? Ведь не отдав покоя, ты его не получишь. Желая получить от меня покой, ты должен его отдать. Исцеление не придет ни от кого другого. Ты должен принять наставника внутри. Его водительство должно стать для тебя желанным. Иначе оно останется бессмысленным. Вот почему исцеление – совместное начинание. Я могу указать тебе, что делать, но ты должен со мной сотрудничать и верить, я знаю, что тебе делать. Только тогда твой разум выберет следовать мне. Без этого выбора не исцелиться, ибо в противном случае ты принимаешь решение против исцеления. А это неприятие моего решения для тебя делает исцеление невозможным. Исцеление отражает нашу совместную волю. Это станет очевидным, когда ты задумаешься о его цели. Исцеление есть путь преодоления разделения. Разделение преодолевается с союзом. Его не одолеть разъединением. Решение объединиться должно быть недвусмысленным. Иначе разум сам по себе останется нецелен и раздвоен. Разум есть средство, с помощью которого ты определяешь собственное состояние. Ибо разум есть механизм принятия решений. Он есть та сила, благодаря которой ты либо разъединяешь, либо соединяешь, испытывая, соответственно, боль или радость. Мое решение не в состоянии зачеркнуть твое, ибо твое имеет ту же силу. В противном случае Господни сыновья не были бы равными. Нет невозможного для нашего совместного решения. Решение, принятое мной одним, тебе не помощь. Воля твоя свободна в той же мере, что и моя, и сам Господь не посигнул бы на нее. Я не могу верить того, что не есть воля изъявления Божьей. Я предлагаю свою силу, чтобы сделать неодолимой силу твою. Но, воспротивившись твоему решению, я бы вступил в соперничество с ним и нарушал бы этим волю Божью для тебя. Ничто из сотворенного Всевышним не перечит твоей воле, как она не перечит воле Его. Твою волю Бог наделил могуществом, которое мне остается лишь признать в честь Его воли. Если ты пожелаешь быть подобным мне, я помогу тебе, зная, что мы подобны. Если ты пожелаешь быть иным, я подожду, покуда ты изменишь свое решение. Я могу учить тебя, но только от тебя зависит выбор, внимать мне или нет. Могло ли быть иначе, если Царство Божие есть свобода? Свободу не познать, прибегнув к любого рода тирании и равенству всех Божьих сыновей, не познается владычеством одного разума над другим. Сыновья Божьи равны по своей воле, будучи все волею их Отца. Этому одному уроку я и пришел учить. «Если бы твоя воля не была моею, она не была бы волей нашего Отца. А это означало бы, что собственную волю ты закабалил, лишив ее свободы. Сам по себе ты не способен ничего творить, ибо сам по себе ты ничто. Я без Отца ничто, и ты ничто без меня. Ведь отказавшись от Отца, ты отказался от себя. Я всегда помню о тебе, и в этой памяти заключено твое воспоминание о себе. В нашем взаимном воспоминании друг о друге лежит воспоминание о Боге. И в этом воспоминании заключена твоя свобода, ибо твоя свобода в нем. Так воздадим же вместе хвалу Всевышнему и тебе, Им сотворенному. Это наш дар благодарения Ему, и мы Его разделяем со всеми Его творениями, коим Он поровну дает все, что приемлемо для Него самого. А все приемлемое для Него есть дар свободы, отражающий Его волю для всех Его сынов. Дари свободу, чтобы стать свободным. Свобода – единственный дар Божьим сыновьям, на который ты способен, поскольку в ней признание того, кто есть они и кто есть Он. Свобода есть творение, ибо она – любовь. Того, кому ты пожелал неволи, ты не любишь. Следовательно, намереваясь сделать кого-то узником, включая самого себя, ты его не любишь и не ищешь отождествления с ним. Лишив себя свободы, ты потерял из виду свое истинное тождество со Мною и с Отцом. Ты должен отождествлять себя и с Сыном, и с Отцом. Нельзя отождествить себя с одним из них. Если ты часть одного, то должен быть и частью другого, ибо они – одно. Святая Троица потому и свята, что она едина. Если ты исключаешь себя из этого союза, то воспринимаешь Святую Троицу раздельно. Ты должен быть включен в нее, ибо она есть все. Покуда ты не займешь в ней свое место и не исполнишь свои функции, как ее части, Святая Троица не полна, как и ты не полон. Истину не познать, оставив неволе какую-либо ее часть. Пятое. Недеримая воля сыновства. Разве ей возможно быть в покое, вдали от собственного тождества? Размежевание не решение проблемы, оно иллюзия. Заблуждающиеся верят, будто истина непременно нападет на них. И они ее не узнают, предпочитая ей заблуждение. Считая правду чем-то нежеланным, они воспринимают только свои иллюзии, затеняющие знания. Так помоги же им, предложив свой ставший единым разум, ради их блага, как предлагаю я тебе свой разум ради твоего блага. В одиночку мы не способны ни на что, но вместе наши разумы сольются в нечто такое, что своей мощью превзойдет могущество отдельных его частей. Своей недеримостью Господень разум утверждается в разумах наших в качестве наших разумов. Подобный разум непобедим, ибо он недерим. Недеримая воля сыновства есть Творец Совершенный, будучи целиком подобный Богу, чья воля она и есть. Ты не можешь быть исключением из нее, если желаешь разобраться, кто ты такой и что она такой. Поверив, что твоя воля и моя раздельны, ты исключаешь себя из воли Божьей, которой есть ты. Но исцелить все еще значит сделать полным. Следовательно, исцелить значит объединиться с подобными себе, ведь воспринять сие подобие значит признать Отца. Есть ли твое совершенство в нем и только в нем? Как же еще узнать об этом, ежели не признать его? Признание Бога есть признание самого себя. Бог неразлучен со своим творением. Ты осознаешь это, когда поймешь, что неразлучна твоя воля и моя. Пусть же любовь Господня сияет над тобой с приятием меня. Моя реальность есть и твоя реальность, и его. А в единении мы своего разума с моим, ты говоришь об осознании единства Божьей воли. Божье единство нераздельно с нашим, ибо его единство превосходит наше. Со мной соединиться значит восстановить его могущество в тебе, поскольку мы его разделяем. Я предлагаю тебе только признание его могущества в тебе, но здесь-то и лежит вся истина. Объединяясь друг с другом, мы объединяемся с ним. Слава союзу Бога с его святыми сыновьями. Чудеса нами творимы, свидетельствуют воле Отца, адресованный Сын, и нашей радости объединения в его воле. Со мной соединяясь, ты оставляешь эго, ведь я отверг его в себе, и поэтому не в состоянии соединиться с твоим эго. Наш союз, поэтому есть способ избавиться от твоего эго. Истина в нас обоих превыше эго. Наш успех в преодолении эго обеспечен Богом, и я разделяю эту уверенность в успехе за нас обоих и за всех нас. Я приношу Божий покой всем его детям, ибо я получил покой от него для всех. Ничто не одолеет нашу объединенную волю, ибо ничто не одолеет Божью волю. Желаешь ли ты знать, что предназначено тебе Господней волей? Спроси меня, кто знает это за тебя, и ты о том узнаешь. Я никогда не откажу тебе ни в чем, как мне ни в чем не отказывает Бог. В странстве наше есть путь обратно к Богу, кто есть наш дом. И если где-то на пути к покою возникнет страх, он будет означать, что эго пытается к нам присоединиться, но сделать этого не может. Чувствую поражение и разгневанное этим, оно, вообразив себя отвергнутым, замыслит мужчине. Но я с тобою, и ты для его возмездия неуязвим. В странстве этом вместо эго ты выбрал спутником меня. Не пытайся же удержать и эго, и меня, иначе ты попытаешься идти в двух разных направлениях и потеряешь свою дорогу. Путь эго – не мой путь, но также и не твой. Только одно направление указывает Дух Святой для всех, и направление, которое Он указал мне, – твое. Давай же не упустим его направление из виду, пойдя у иллюзий на поводу, ибо только иллюзия другого направления способна заслонить то, о котором голос Божий глаголит в нас. Не придавай же эго силу мешать нам в нашем странстве. Собственной силы у него нет, поскольку дорога наша к истине. Оставь все заблуждения позади, и всякую попытку эго задержать тебя преодолей. Я иду перед тобой, поскольку я вне эго. Не будет недостатка в моей силе, и пожелав, ты сможешь разделить ее со мною. Я с радостью и добровольно ею дерюсь, ибо ты нужен мне не менее, чем я тебе. И это еще не все. Задавайте вопросы, наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки. По возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала Материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok